Слышал, перевод идет? Да. Хорошо. Пожалуйста, подвигайтесь поближе. Так, а я не заметил, что вы к нам присоединитесь. Может быть, прежде всего, добрый день. Добрый день всем. Меня зовут Новосверский Софер. Я немножко больше расскажу о себе через короткое время. Поскольку это очень тесная группа, я хотел бы потратить пару минут на то, чтобы узнать, кто здесь с нами. Я понимаю, что здесь есть еще очень большая группа людей, которые смотрят нас онлайн. Но если мы можем начать с этой стороны, я хотел бы для себя знать, кто вы, откуда вы. Будет полезнее в нашем диалоге чуть дальше. Это новая промышленная ассоциация 100 с чем-то компаний. И растет. Отлично. Отлично. Большое число? Да. Вы преподаете или... К сожалению, я не говорю по-русски. Аналитический отдел. Поняла. Да, я здесь потерялась. Если вы дадите ей наушник, то мы сможем переводить для нее на английский. Российская Академия Наук. Испал... Ага. Хорошая идея. Какой канал? Номер один? Номер один? Нет, второй канал. Второй канал. Второй. Пьезо, пьезо. Хорошо. 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 У меня теперь много оборудования. И это хорошо. Угу. Угу. Так. Еще бы хороше, чтобы они говорили в микрофон. И спасибо за то, что вы с нами. Окей. Окей. Просто секунду, потому что я не получу ничего на канале 1. Я получила это, спасибо. И спасибо за интерпретом. Потому что я себя не хочу слушать. Так, я это сниму. Теперь у меня есть все необходимое техническое оборудование, и мы можем начать. Вот что я собиралась делать. Я собиралась. У нас есть 2 лекции, но я знаю, что это та же самая аудитория. Поэтому мы рассмотрим эти две лекции как один семинар и рассмотрим несколько частей. Я прошу вас, особенно тех, которые здесь находятся, чтобы вы задавали вопросы. Я люблю вопросы, я предпочитаю диалог. Нет, и меня не беспокоит, если вы поднимаете руку. Да, может быть, займет у меня эта минутка, но я хотел бы, чтобы вы помогли мне сфокусироваться на том, что для вас является наиболее интересным. Потому что в консультации с отделом образования здесь я приготовил очень широкий обзор, начиная с инноваций и немножко об истории Израиля. Я думал, что это будет также интересно аудитории, говоря о коммерциализации технологий, моделях, практических указаний, индексуальной собственности, лицензиях, отделяющихся компаниях и так далее. И я надеюсь, что у нас будет все, о чем вы хотели услышать. Примерно три часа у нас будет перерыв в середине. Мы действительно небольшая группа, поэтому, пожалуйста, если хотите, можете поднимать руки и делать любые замечания или комментарии, которые вы хотите. Мы начнем. Так, а теперь я хочу сфотографировать, потому что Москва и вообще, вы знаете, как это делать, можете сидеть. И хороший экран очень за моей спиной. И так, прежде всего, я хотел бы вам показать очень краткий обзор, зачем нужно делать инновации. Я думаю, что вы это знаете. Хорошо. Я знаю, что вы это знаете. Но я хотел бы остановиться на нескольких моментах. Я обещал рассказать немножко больше о себе. Я была со всех сторон уравнения инноваций. Я начала много лет назад как юрист. Ну, кто не без греха. Затем получила MBA в одном из лучших университетов Европы. И оказалась в фармацевтической промышленности. То, что сейчас называется Navartis. Тогда была СИБа в качестве вице-президента. И занималась всемирно-норной политикой. И там я занялась венчурным капиталом. Это не вложение в венчурные фонды как способ, чтобы компания могла разработать новые продукты. То есть что-то такое, что снова вернется, как мы будем говорить, как инновации. И финансирование инновации. Я переехал в Калифорнию, чтобы заняться там венчурным капиталом. Сначала в СИБе. И затем стала партнером в одном из венчурных капиталов. Мне очень повезло, что я оттуда уехала в очень счастливые 90-е перед тем, как мыльный пузырь лопнул. Так что у меня было очень хорошее время в Калифорнии. Затем я вернулась в Израиль после 10 лет в Европе и Соединенных Штатах. И начала свой собственный фонд вечерный. И затем присоединилась к большому диверсированному фонду. И затем я попросил заниматься вопросами коммерциализации промышленной вредной технологии. В Еврейском университете и в Иерусалиме. И в несколько последних лет я был консультантом как для компаний, так и международных организаций. В основном организаций по стратегиям и строению компаний. Но также по промышленному внедрению технологий и инноваций. Очень много выступаю. Я являюсь председателем национальной конференции по нанотехнологиям в Израиле. И у нас были главы Роснана, которые участвовали в нашей конференции. Обычно в конференциях желает президент Перес. То есть очень высокого уровня конференция. Много людей. Более тысячи человек из 30 стран. Это очень важная область, которая растет в ее значении. Я рад, что у вас есть ассоциация. Есть несколько компаний. В которые также есть и чиновники, которые к нам присоединялись. И я делал очень много вообще в общественной жизни. Представляла в Европейском институте по развитию. Являюсь также советником Горазинации Объединенных Наций. И так далее, и так далее. Можете все это найти в интернете. И это дает мне очень интересное положение. Потому что я учу, но я занимался в прошлом. И по-прежнему занимаюсь компаниями. И это дает очень интересную точку зрения на то, почему мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. И почему мы занимаемся инновациями. И, конечно, мы все это знаем, что население мира должно за очень короткий срок вырасти на треть. Время уже пошло. В 2010 году мы начали с 6,9 миллиарда человек. Уже прошли 7 миллиардную отметку и быстро растем. И это сопровождается невероятным ростом в технологиях. Я извиняюсь за качество слайда, но хорошие экраны можно видеть. Здесь показаны различные технологические инновации, сделанные в разное время. Которые показаны на оси времени вплоть до сельскохозяйственной революции. И смысл слайда очень ясен. Как он быстро поднимается здесь, с правой стороны, вверх. Темпы технологических инноваций за последние несколько десятилетий были быстрее экспоненциально, чем что-либо ранее. Когда я рассказываю своим детям, что когда я росла, не было интернета, и у нас не было персональных компьютеров, и не было даже сотовых телефонов, и вообще мы не могли беседовать с нашими друзьями в Инстаграме и Фейсбуке. И что было несколько лет назад, они смотрят на меня очень таким забочным взглядом и спрашивают, а вы ездили тоже в каретах с лошадьми? То есть с их точки зрения это примерно то же самое. Это одинаковый темп технологической инновации. Трудно представить себе страну в мире без сотовых телефонов, скоро невозможно будет представить без Google Plus и других инноваций. Поэтому нам нужно успевать за ними. Нам нужно успевать для того, чтобы быть конкурентоспособными в глобальном смысле. Нам нужно успевать за этим, чтобы не только в национальном масштабе, то есть Россия по сравнению с Китаем, Соединенных Штатов и так далее, но также внутри стран и регионов. И мы также поговорим о том, что делают различные регионы с целью инноваций. Нам нужно сотрудничать. Это абсолютно очевидно. И мир движется в данном направлении, и академические круги, и компании, и правительство, и частный сектор, и большие компании, и маленькие компании. Я только что сюда приехал из Женевы, где была большая конференция, организованная в нем номинации ООН по государственному частному партнерству для инноваций. Это тот путь, по которому двигается мир. Мы не можем оставаться в этих башнях отдельных. Частный сектор, правительство, общественный сектор, университеты. Есть несколько инициатив, чтобы ускорить инновации. Мы поговорим о них впоследствии. Но самое важное, новые структуры, которые создаются. Пожалуйста, двигайтесь сюда ближе. Новые структуры, которые создаются для того, чтобы заинтересованные стороны могли беседовать друг с другом. И человеческий компонент в этом абсолютно важен. Потому что большинство из нас выросло в какой-то конкретной отрасли, ветви этого уравнения. Либо в частном секторе, либо в государственной компании, либо в академических кругах. И изучая различные навыки, которые необходимы, чтобы сдвигаться, это является существенно важным. И вот, собственно, так мне очень нравится вот это определение инноваций. И почему я его здесь показываю очень важно. Это процесс, в котором идея или изобретение переводится в товар или услугу, за которую люди будут платить. И особенно в академических кругах, говоря об инновациях, у нас есть прекрасные технологии зачастую. Но это не совсем то, что нужно. Иначе, другими словами, никто за это не заплатит. И всегда очень важно это помнить. Я могу вам рассказать массу смешных историй о технологиях, которые никому не нужны. Никто не хочет за них платить. Но я думаю, что у вас встречались подобные вещи. Но это очень важно понимать. Мы не делаем инновации ради инноваций. Это здорово, это замечательно. Это фундаментальные исследования очень важны. Это то, что двигает мир вперед. Но когда мы говорим об инновациях с точки зрения бизнеса, мы должны понять, что кто-то в конце концов должен это купить. То есть, нужно было бы на что-то такое, за что люди готовы платить. И вот на этом пересечении, то, что может сделать технология, то, что хотят, и то, что выживет на рынке, то есть то, за что люди заплатят. Это помните, потому что мы думаем, что это очевидно. Но удивительно, сколько продуктов вышли на рынок, которые не нужны были миру, и они исчезли. Инновация отделяет лидеров от тех, кто следует за ними. Стив Джобс. Ему удалось убедить нас в том, что нам нужны вещи, простите, о которых мы даже не думали, что они нам нужны. Но это особый рассказ. Что делают различные страны и регионы для продвижения инноваций? Те из вас, у меня есть копия этой презентации. Кто хочет, может взять для себя, для личных целей. Это лучше, чем вести записи. Многие из этих вещей сейчас происходят в России. Внимание должно быть с самых высоких уровней правительства. Мне повезло, что в прошлом году у меня была встреча с Владимиром Чубайсом. И они как студенты сидели с блокнотами, записывали то, что я говорила. Я, конечно, не знаю, что потом произошло, но я знаю, что если есть заинтересованность на высшем уровне, это самое главное. Потому что это была реальная работа с группой людей, с которой собрались со всех стран. Небольшая группа, всего лишь 5-6 человек. И мы там смотрели, что происходит. И именно об этом высшем уровне я говорю. И он очень важен. Кроме того, необходимо поддерживать научно-исследовательскую деятельность. Я знаю, что в России очень сильна именно научно-исследовательская база. Но я считаю, что есть технические, новые технические сферы, которые необходимо поддерживать как на местном уровне, но также используя механизмы международного сотрудничества. И говоря об Израиле, должна сказать, что многие из наших ученых получают международную поддержку страны Европейского Союза за счет международного сотрудничества. Потому что только это позволяет нам быть на плаву. Кроме того, необходимо поддерживать новые компании и проекты. Об этом не буду говорить сейчас, чуть позже. Новые инновационные партнерства. Опять-таки расскажу об этом чуть позже. Нам необходимо запустить всю систему, чтобы она работала, и чтобы люди с самых разных сторон равновесия, уравнения, инновации начали работать вместе с тем, чтобы вывести продукт или услугу как можно раньше на рынок. Концепция открытой инновации не новая. И здесь подчеркивается один и тот же момент. Это возможности, которые ищет компания. Допустим, фармацевтический бизнес, который начался в Израиле несколько лет назад, представители компании поняли, что они не могут развиваться только внутри. И они начали сотрудничать с другими компаниями, с другими университетами, приобретать другие компании. И все это свидетельствует о том, насколько они успешны в Израиле в развитии новых инновационных технологий. И, кроме того, дает прекрасные возможности для научного сообщества, поскольку они могут использовать свои сильные стороны, делиться этими сильными сторонами с бизнес-сообществом и насытить этот голод, который испытывает наше общество в инновациях и новых технологиях. И, конечно же, есть определенные навыки и компетенции, которые должны быть полезны бизнесу. Мне очень нравится вот эта цитата Эрнеста Хемингуэя, потому что он человек совершенно другого мира. Но он сделал очень важное замечание. Сейчас не время думать о том, чего у нас нет. Подумайте, что можно сделать с тем, что у вас есть. И я очень часто слышу в разных странах, у нас нет вот этого, мы не знаем, как вот это сделать. У нас нет навыков необходимых. Я, конечно, все это понимаю. Да, есть много разных вещей, которых у нас нет ни в Италии, ни в Казахстане, ни в Италии, ни в Мексико, во многих странах, где я был в последние несколько недель. У нас всегда чего-то нет. Но если чего-то у нас нет, а затем мы начинаем, допустим, развивать наши технические навыки, если используем, допустим, экспертную поддержку из разных областей, будь то дизайн или проектирование, физика, неважно, какая сфера. Главное начать, а все остальное нарастет и приложится. И именно положительное, позитивное мышление помогает продвигаться и развиваться, и получать необходимые результаты. И мы в этом будущем можем получить то, что нам необходимо, и обучить других. Это очень важно помнить. И, кроме того, еще один важный комментарий выживает тот, кто меняется. Об этом сказал Чарльз Дарвин. Я думаю, вы это прекрасно знаете. Итак, это наша сегодняшняя повестка дня. Короткое представление. Затем поговорим об инновационном центре, о наших технологиях, о коммерциализации. И вы должны сами мне подсказать, насколько глубоко вы хотели бы обсудить ту или иную тему. Потом поговорим с вами об интеллектуальной собственности. Но это очень техническая презентация, посвященная вопросам интеллектуальной собственности. Не будем вдаваться очень подробно во все детали. Затем сотрудничество между научными кругами и индустрией. Опять-таки, здесь тоже есть некоторые конкретные моменты. Если вам будет интересно, пройдем более подробно по некоторым из них. И затем лицензирование и выделение дочерних компаний. Мне нужна теперь помощь Константина для того, чтобы запустить презентацию номер два. Для того, чтобы упростить процесс отправки по электронной почте презентации, мне пришлось отправлять по частям. Спасибо. Итак, расскажу вам небольшую историю. Историю, очень интересную историю. Это очень хорошая, приятная история. Положительная, конечно, не без вызовов, не без проблем. Но я расскажу вам очень короткую историю, откуда мы и что такое Израиль. Потому что здесь Израиль, как вы знаете, связан и с Россией, и с бывшим Советским Союзом. Итак, есть такая книга, как «Израиль. Страна или нация стартапов». Не нашла перевода этой книги на русский язык. Эта книга была написана в английском языке. И здесь рассказывается об инновациях в Израиле. И почему Израиль известен как страна стартапов. Я рекомендую всем вам, кому нравится читать. Это, кстати, не теоретическое чтение. Это очень практическая книга, которая очень интересным языком повествуется и рассказывается о том, о стартапах. Кстати, эта книга переведена на многие языки, даже на тайский и польский. Удивительно, что я не нашла презентацию на русском языке. Так это все технологии, которые разрабатывались за последние 20 лет. Это самые разные междисциплинарные компании. Как вы видите, здесь производство помидоров черри. Семена помидоров разрабатывались в Еврейском университете Иерусалима. Мы, кстати, чуть позже поговорим и расскажем вам об передаче технологий. Затем разработка лекарственных средств для лечения рака и некоторых других лекарственных средств для лечения рака. Все это исследовалось и изучалось в Еврейском университете Иерусалима. Затем компания М-Систем, которую приобрела другая компания ИнсикТек. Затем с левой стороны вы видите другую компанию, которая занимается производством антибиотиков. А в центре вы видите небольшую камеру. Это камера, которую разработал металлосейд. Если вы проглотите таблеточку, то врачи могут диагностировать и увидеть, что находится в вашем желудке. Кстати, на прошлой неделе, по-моему, это было продано за несколько миллионов или биллиардов долларов. И такое изобретение... Извините, у вас есть вопрос? Здесь мы использовали военные технологии для гражданского... Вы и камеру не видите? Видите, с левой стороны написано Given Imaging. А, G-N Imaging. Наверху, с левой стороны. Вот именно эта компания занимается производством таких пилюль камер. Здесь используют специальные технологии. Кроме того, вы все знаете о том, что у нас есть бренд Мауэр на компьютерах. И Чекпоинт был разработан тремя друзьями, которые сначала работали в военной промышленности, а теперь работают в гражданской промышленности. И они сейчас ведущие производители бренд Мауэр. И это достаточно независимая компания. Они торгуются на израильской бирже и на бирже NASDAQ. Наверху компания Netasim, которая разрабатывает специальную систему орошения. Не могу сказать, что здесь есть у вас проблемы с этим, но в Израиле проблема водоснабжения достаточно большая. А как вы знаете, без воды мы не можем развивать наше сельское хозяйство. И поэтому необходимо использовать специальные технологии. И эта технология открывает клапаны и закрывает их автоматически. Эта технология была разработана университетом и также отчасти независимым инженером. Еще два примера наших технологий. Компания Waze. Знаете о компании Waze? Waze – это система навигации для мобильных телефонов, которая находится в социальной сети. Это не как система GPS. Здесь достаточно большое количество пользователей, 50 миллионов человек. И здесь эта система показывает все социальные сети, которые находятся рядом, и социальные места. Очень эффективная система, потому что здесь очень много пользователей. И там очень много карт и много других полезных вещей. И эта система была разработана специально для того, чтобы вы использовали ее на своем мобильном телефоне, допустим, в процессе управления автомобилей. Кроме того, она была разработана для того, для использования, допустим, не только в туристических целях, когда, допустим, турист хочет оказаться в каком-то месте. А, допустим, вы едете на работу каждый день. Каждый день вы едете на работу, и вы знаете прекрасно свой путь. Но ваш путь может быть совершенно разным в зависимости от того, что происходит на работе. Есть ли дорожная работа или какие-то пробки. И таким образом вы создаете специальное сообщество. И если вы несколько раз используете эту программу, данную систему, вам она понравится. И вы можете получить обратную связь. И таким образом вы привлекаете других пользователей. Я знаю, что в июне этого года эта система была продана. И я думаю, она будет в ближайшее время появиться. Затем у нас есть еще одна компания. Prime Sense, которую купила три недели назад компания Apple за 350 миллионов долларов. И продукты этой компании уже интегрированы. Может быть, вы видите их в игровых приложениях. Есть, конечно, много разных компаний, технологий. И я просто хотела показать вам, что сколько разных технологий появилось в маленькой стране за короткое время. Мы тратим большие средства на НИОКР. И расходы страны на национально-сердинскую деятельность в процентном выражении от ВВП голубым цветом. И, как вы видите, ВВП нашей страны не такой большой, но мы хотим достичь уровня 4,5%, что достаточно большое отношение. Не буду читать полностью этот слайд. И здесь вы можете увидеть, где мы находимся. Мы находимся практически на первых и вторых местах по инновациям с точки зрения конкурентоспособности. Это наличие рабочей силы, квалифицированной рабочей силы. И сейчас в Израиле на втором месте по доступности венчурного капитала. И на втором месте среди крупнейших компаний, которые котируются на NASDAQ. То есть вы видите, это действительно впечатляющие цифры, когда мы говорим о такой маленькой стране, как Израиль. Затем у нас есть шесть нобелевских лауреатов и так далее. И тогда давайте посмотрим с отправной точки. Во-первых, Израиль был основан в 1948 году. Это была маленькая страна. Она есть маленькая страна относительно. Так что нам пришлось Израиль обвести кружочком, чтобы вам было видно ее на карте. Вот видите, здесь Россия наверху. Это небольшая страна, изолированная страна, которая не имеет природных ресурсов, даже воды. Итак, сейчас мы немного нашли природного газа, запасы природного газа. И, по-моему, шесть месяцев назад был введен в эксплуатацию первый газопровод. Но это совершенно новая инновация. До этого этого не было. То есть мы недавно только обнаружили эти запасы газа и немного нефти. И так что, видите, в нашей стране значительные ограничения. Итак, что же произошло? Наша страна, несмотря на то, что очень маленькая, тем не менее, разработала междисциплинарное сотрудничество и взаимодействие. И сейчас исследовательский институт, университеты пытаются сделать так, чтобы физики работали с биологами, социологи работали с инженерами. Конечно, это сложно сделать. Но все равно Израиль, хоть и маленькая страна, но это новая страна. И люди общаются, постоянно общаются и передают друг другу идеи, независимо от того, в какой сфере они работают. Вот что происходит. Как новая страна, произошло в ней несколько вещей. Первое. У нас нет сильных традиций. У нас нет сильных традиций, вы можете сказать, что это не очень хорошая вещь, потому что мы не делали, скажем, оливковое масло тем же способом 500 лет, и мы не строили станки многие годы, или мы не занимались торговлей тем же самым образом многие годы. Но это дает открытость к изменениям по определению. Потому что раз мы никогда этого не делали, давайте найдем лучший способ это делать. Это очень типично для Израиля. Люди садятся и говорят, хорошо, давайте это сделаем, давайте найдем лучший способ это делать. Очень редко они опираются на традицию, а, как правило, потому что ее не существует. Изолированная страна, как мы знаем, и мы у наших соседей не очень популярны. И это привело к нескольким вещам. Первое. Это сильный военный сектор, сильная армия. Во-первых, это две вещи. Во-первых, технология. Мы говорим о производстве распространения образов. В камере это берется военная технология и переносится в гражданское применение. Например, в медицине, в построении карт. Все это используется в медицинской промышленности. Это медицинская промышленность очень успешна. А второе, что происходит, и я тоже думаю, что никто этого не планировал, это просто мы смотрим назад и говорим, да, так произошло. Но это подготовка. Поскольку у нас есть обязательный призыв в армию, потому что все израильтяне, молодые, и мужчины, и женщины должны служить два года женщины и три мужчины. Больше, если офицер или в каких-то профессиях. Например, я капитан в отставке армии обороны Израиля. Я там служил немножко дольше. И поскольку мы служим в очень юном возрасте в армии, то мы вырабатываем навыки решения проблем и навыки работать в команде. Мы имеем дело с враждебностью. Когда тебе 20 или 20 год, и ты должен возглавлять группу людей, тогда ты растешь, взрослеешь. И это создает набор навыков и умений, которые очень нужны в мире стартапов, если подумаете. Это дает, если вы хотите управлять группой стартапов. Пожалуйста, проходите вперед, у нас здесь много места. Мы развили в себе эти навыки, используем их. И это прошло так, из-за исторических причин развития Израиля. И также очень важно, это международный взгляд. Израиль – это очень маленький рынок, физически маленький. Сейчас примерно 8 миллионов человек там живет, а начинался с 600 тысяч. Нет местного рынка значительных размеров. Когда основывается израильская компания, она даже не смотрит на местный рынок. Они не сидят и не думают, какая у нас будет международная политика. По определению, ваша стратегия должна быть международной. А вопрос начинает ли в Америке, в Азии, или в какой-то части Европы, в Латинской Америке, или где бы, это вопрос. И это вопрос, с которым мы имеем дело. Но по определению, политика международная. И если подумаем о других успешных странах, может быть не столько в области инноваций, но скажем, в бизнесе, например, в Швейцарии. То же самое, очень маленький местный рынок и огромные международные компании, по той же причине, потому что мир – это ваша устрица, образно говоря. Израильские компании работают на английском. Иврит – не очень популярный язык на международной сцене, и поэтому они работают по-английски, имейлы по-английски. Не, мы говорим на иврите. Но вся переписка по-английски, все руководства по-английски, и даже имейлы по-английски, календари по-английски. Потому что вы знаете, что очень скоро вам придется сотрудничать с международными компаниями, и вам должны с ними коммуницировать. И это даже не вопрос. Это одна из тех вещей, которая была очень важна в росте Израиля и в росте израильского хай-тека. Публикации, академические публикации, все по-английски. Ничего существенного на иврите не сделано. И если вы, например, пойдете в Китай, там есть очень хорошая наука, но большинство очень много на китайском. Она не выходит наружу. Да, но это сама очень большая страна, но тем не менее остальной мир с этим не знаком. А в то время как в Израиль имеет очень высокие публикации, индекс цитируемости и так далее, и так далее. Это все наружу, и многое из этого хорошо, и все наружу. И язык здесь очень важен. И так, из-за того, что мы маленькая страна и изолированная страна, это вот произошло. И также из-за отсутствия природных ресурсов. Что касается мозгов. У нас у всех еврейские мамы, поэтому у всех высшее образование, понятное дело. Но это также развивает культуру инноваций. И, кроме того, вместе с эмиграцией, мы выросли от 600 тысяч человек до 8 миллионов за 65 лет, что означает очень высокий уровень роста населения для любой страны. И примерно миллион человек приехало отсюда примерно в 91-м году или около того, когда в Израиле было 5 миллионов человек. Так что миллион людей в израильскую рабочую силу, высококвалифицированных инженеров, техников, технического образования, это был очень большой вызов. И один из результатов этого – это наша система инкубаторов. У нас есть система 26 инкубаторов. Компании, которые получают поддержку правительства. Инкубаторы сейчас частные. Когда-то они приезжали в правительство, но потом их приватизировали. И каждый думает, что это изобретение, которое было сделано для того, чтобы продвигать нашу инновационную экономику. Но на самом деле это было создано для того, чтобы обеспечить работой иммигрантов из бывшего СССР. Большинство у них имело техническую подготовку. У многих были идеи, технологии, которые они хотели разрабатывать. Израиль не мог обеспечить прирост рабочей силы на 20% за год. Поэтому одна из вещей, которая была сделана, и на которой было дано немного денег, 200 тысяч долларов в год в течение нескольких лет, чтобы позволить людям разрабатывать свои идеи и создать себе рабочее место. А может быть, рабочее место еще для кого-то создать. И сегодня это развилось в очень важную часть нашей системы инноваций. Но началось как просто способ трудоустройства. Если мы посмотрим на это, мы разработали культуру инноваций. Если смотреть на те лимоны, которые я вам показывала раньше, и делать из них лимонад. У нас были разумные программы вмешательства правительства. Я не буду перечислять все, я расскажу об одной. Это индустрия венчурного капитала. Израильский венчурный капитал был создан интервенциями правительства в 1992 году. Был один венчурный фонд в Израиле, и никто даже не знал, что это такое. Израильское правительство положило 100 миллионов долларов в 10 фондов, которые должны были достать 60% фонда из-за границы и установить ассоциации с венчурным капиталом из-за пределов Израиля, с местной командой, которая будет расти. И это лежало в основании того, что сейчас является второй в мире системой венчурного капитала. Я знаю, что в России есть также попытки сделать что-то подобное, мы даже иногда с теми же самыми людьми. Но эта интересная история не потому, что она была успешной, а потому что, когда она была успешной, тогда правительство ушло из этого. И венчурная индустрия в Израиле сейчас, например, 15 лет является полностью частной, без правительственного вмешательства, и она очень успешна. Правительство рассматривает, входить ли в какие-то определенные вещи, например, биотехнологии, которые очень долгосрочны и требуют значительных вложений. Иногда нужно дать стимулы для инвесторов, чтобы они входили в этот сектор. Но, говоря в целом, это очень успешная частная индустрия. У нас есть также другие программы, которые развились, и они развивались как ответ на некоторые нужды. Например, нужно финансирование на ранней стадии, или нужно помочь мультинациональным корпорациям, чтобы их привлечь в Израиль, а не в другие страны. Все это делается в развивающейся манере. И это программы, о которых я не буду сейчас о них говорить прямо сейчас. И один из них, пример, который имеет значение, поскольку мы сидим в офисе Роснано, это наша индустрия нанотехнологий. Наша национальная нанотехнологическая инициатива началась примерно 10 лет назад. И она началась потому, что у нас были возможности. В конце концов, нанотехнологиям не 10 лет, они старше. Лекарство, которое я вам показала, оно уже патент на него истек 20 лет. Но никто не называл это нанотехнологиями. Она в такой области не существовала самой по себе. Когда начала развиваться как отдельная область, тогда идея была, давайте сделаем что-то, в чем у нас есть возможности, и что мы можем достичь очень небольшими вложениями в создать эту промышленность. И что мы сделали? Создали 6 центров в ведущих университетах Израиля, в ведущих исследовательских университетах Израиля, которые все являются государственными. Эти центры сфинансировались на треть правительством, на треть университетом, в котором они были, и на треть филанатерапическими пожертвованиями, которые обычно называли их своими именами. И первые центры в 2005, большинство в 2007. И я покажу вам результаты первого центра, первой программы, которая привела к тому, что был утвержден второй срок этой программы в прошлом году. Одно из интересных вещей, которые вы можете здесь видеть, не только то, что у нас замечательные люди, 6 тысяч публикаций, очень хорошая научная работа, но мы видим, что по всем этим параметрам, что одна из важных вещей, это целый ряд целей, которые связаны с взаимодействием с промышленностью. То есть это фундаментальное исследование, 20%, 1200 публикаций, 6 тысяч в сотрудничестве с промышленностью. Мы говорим о публикациях в таких же науках, как Nature Science и так далее. То есть это фундаментальная наука, но все равно в сотрудничестве с промышленностью. 200 историй успеха, которые привели к получению лицензий или созданию новых компаний. Были также патенты за достаточно короткий срок получены. Преподаватели факультетов, которые были наняты, мы стеряем от утечки мозгов. У нас не хватает работы для людей с высшим образованием. Они уезжают, делая диссертацию, как правило, не возвращаются. И вот здесь красной стрелкой отмечено. Цель была, что каждый центр должен был взять на работу на две постоянных позиции людей выше квалификации за границей. И мы видим, что это число было превзойдено. И сейчас эти люди являются хребтом, основой следующего поколения ученых, работающих в этих шести наноцентрах. И ключевой элемент здесь, что сотрудничество с промышленностью предвиделось с самого начала. Это одна из целей. Это то, как я попал в это. Потому что я занималась технологическими коммерциализацией еврейского университета. И я искал новые технологии, новые идеи. И я начал думать о тех вещах, которые дают наноцентры. Я также знал, что наноцентры, они хотят от нас получать отчеты о числе в центров и так далее. И когда я посмотрел на это внимательнее, что там не только замечательные технологии, но там они должны тоже работать с промышленностью. Оборудование, которое, конечно, очень дорого стоит, его делят с промышленностью. То есть компании могут, они имеют свою долю времени, например, как приборы ИМР, как томографы в госпиталях. То есть они могут приходить по ночам и их использовать, например. Это создает очень интересную культуру сотрудничества между академическими центрами и промышленностью. Это некоторые из новых компаний, малых компаний. Здесь больше, более крупные компании работают на нанотехнологии. Все это есть онлайн. И наша следующая, четвертая конференция будет в Тель-Авиве в конце марта следующего года. Я надеюсь, мы это также увидим. Я надеюсь также, что и ваша компания будет представлена. У нас было сейчас сотрудничество есть и с Роснано, и с другими, которые имеют активные проекты. Но мы хотели увидеть гораздо больше компаний, приезжающих к нам. И, подводя итог, рецепт инноваций, здесь я сейчас буду очень кратко, я просто хочу поговорить о механике этого перехода. Есть три элемента. У вас должна быть инфраструктура. Это очевидно. Вам нужно окружение, которое поддерживает инновации. Но больше всего вам нужна культура. И если все это разложить на те элементы, с которыми это состоит, инфраструктура очевидна. У нас есть, у нас должно быть образование, у нас должна быть рабочая сила. Ко мне обратилась одна африканская страна. Они хотят создать инновации. Сейчас все хотят создать инновационную экономику. Инфраструктура же, но с этим больше проблем, скажем так. Кое-что есть, но проблем больше, чем в странах, с хорошо установленными научными традициями, как, например, здесь или в других странах. То есть, нужно сфинансирование, нужна система защиты электронной собственности. То есть, нужны те вещи, которые у большинства разных стран есть. А что касается окружения, ситуации, налогообложения, возможности инвестировать и того, да, если мы посмотрим, многих стран есть и то, и другое. Но есть некоторые элементы, которых нет. Самое главное, это нужна, это культура. И, как правило, именно такая культура представляет большую проблему. Во многих странах есть определенные привычки, традиции. Я сейчас приведу пример. Допустим, Канада. В Канаде прекрасные ресурсы. И у них есть все необходимые ресурсы. Это финансово устойчивая страна, даже несмотря на кризис, который всех поразил. И, знаете, жизнь очень комфортная в Канаде. Жизнь хорошая. И именно поэтому нет никаких стимулов для того, чтобы начать какую-то компанию, принять на себе риск, потому что очень сложно принимать риски. Я принимала в самых разных, принимала участие в самых разных исследовательских центрах, комиссиях, правлениях. Правительство вливало кучу денег в провинции, и в Таранте, и в Квебек, и в Монтериале, и в другие провинции. Они создали сотни компаний, но культуры не было. Я помню, я была в правлении одного из фонда венчурного капитала, и было так сложно сделать так, чтобы люди начали работать, потому что культура другая. И очень часто мы с этим сталкиваемся и в европейских странах. Большинство европейских стран, если мы посмотрим, на Италию, на Францию, там жизнь может быть не такая хорошая, как была раньше, не сейчас, по крайней мере, но, по крайней мере, они привыкли жить по-старому. Очень сложно разрушать привычки, сложившиеся традиции. И, конечно, есть риск неудачи. И практически невозможно осуществлять инновации, создавать инновации без провала, потому что у нас у всех есть провалы, либо громадные провалы, либо небольшие провалы. И здесь все связано не с самими ошибками или провалами, а это связано с тем, что мы должны учиться на этих ошибках, на провалах. Допустим, вот я здесь потерпела поражение, но я знаю, почему. И первый раз я была удивлена, когда я, кстати, была в Кремниевой долине, и я приехала туда из Швейцарии. Я когда приехала туда, увидела, что там совершенно не так, как в Канаде, где жизнь очень комфортная. Но сейчас там ситуация изменила. Когда люди начали терять свою работу, они начали создавать компании, потому что сейчас совершенно другое их восприятие и понимание риска. Я думаю, что вы это увидите и в Южной Европе, потому что ситуация в экономике там очень плохая, в Испании очень много безработных, сейчас серьезные кризисы в Италии. Так что появляется прекрасная альтернатива, потому что жизнь уже не такая комфортная. И, к сожалению, провалы, неуспехи это часть этой игры. Я понимаю, что все это сложно. И государственный сектор должен предоставлять занятость. И жизнь не такая, может быть, не такая комфортная, но, по крайней мере, она должна быть безопасной. Мы должны это принимать. Об этом поговорим чуть позже. Поговорим о том, у кого меньше всего уверенности в жизни, могут быть либо студенты, или же аспиранты, которые могут начать нечто новое. Поговорим об этом позже. Но пока культура это один из самых важных элементов. И здесь нет короткого пути. Иногда не обязательно должна быть целая страна, а может быть, всего лишь одна компания для того, чтобы создать необходимую инновационную культуру. И сейчас небольшой резюме из того, что я сказала. Во-первых, необходимо оптимально использовать имеющиеся ресурсы и уделить внимание сильным сторонам, которые у вас есть, и, конечно, уделить внимание передовым практикам. Об этом поговорим чуть позже. И понимать необходимо то, что изменение культуры требует время. Это не происходит мгновенно. Есть очень хорошие примеры, опять-таки, в Швейцарии таких перемен. Что касается Базеля, и вы знаете, Базель это центр фармацевтической промышленности, многие компании там продавались, перепродавались и сливались. И там были некоторые программы, очень интересные программы, по которым люди начинали свои компании. Но 20 лет назад этого не было. но теперь мы видим, поскольку уже нет того комфортного, той комфортной жизни, появляются новые компании. Это происходит, и мы сейчас видим, что это все происходит в разных странах, и может произойти и у вас, и в области вашего интереса. Итак, вопросы, прежде чем перейдем к третьей части. Я думаю, Константин мне поможет, поможет загрузить третью часть. Есть ли вопросы? Итак, переходим к третьей части. и эта часть называется «Успешная передача технологий университетов и коммерциализация». Итак, это достаточно техническая презентация, но пожалуйста, скажите, насколько детально и насколько глубоко вы хотите обсудить эту тему, говоря об инструментах и передовых практиках. Итак, здесь посмотрим какое есть определение трансфера или передачи технологий. Кстати, есть такое определение в Википедии. И я помню, сидела во Всемирном банке на двухдневной встрече по передаче технологий и помню, что представители имени разных стран, может быть, лучше так их не называть, но назову их имени разных стран. И они говорили о передаче технологий. И они говорили о том, чтобы перевести завод из одной страны в другую страну, чтобы люди могли найти себе работу. А мы говорим о другом, о коммерциализации технологий. И таким образом, давайте посмотрим на определение трансфера или передачи технологий. Это процесс передачи навыков, знаний, технологий, методов производства, за которые люди готовы платить. Итак, что касается долины смерти, это не имеет ничего общего с Россией, США или другими странами в отдельности. Я считаю, что все мы так или иначе с этим связаны. Как правило, многие исследования связаны с государственным финансированием. Но здесь мы пытаемся решить не решить задачу, решить какой-то вопрос, загадку, которая не обязательно имеет в себе какой-то практический смысл. с одной стороны. С другой стороны, у нас есть коммерческие предприятия, компании, которые в основном фокусируются на том, что нужно рынку. У них есть инвесторы, они хотят заработать деньги, им нужны продукты, эти продукты необходимо продавать. Кроме того, они создают компании, и у них есть целая система управления, которая полностью отличается от первой системы. в целом, говоря о бизнесе, здесь все понятно и легко. Здесь вы понимаете, сколько денег вы инвестировали, какая окупаемость инвестиций, все просто и понятно. Что касается научного мира, здесь совершенно все непонятно и сложно. Здесь уже речь идет не о деньгах, это публикации, ранжирование, рейтинг университетов по самым разным показателям. Именно поэтому очень часто в игру вступает эго, потому что здесь очень сложно определить и развести некоторые понятия. Именно поэтому очень часто этим двум сторонам найти понимание. Здесь есть технологические риски, рейтинг-риски, здесь этого нет на этом слайде, но есть громадный культурный разрыв между двумя системами, и это универсально. Это не нечто иное, не то, что принадлежит или относится к конкретной стране. У всех есть такая проблема. Итак, классическая технология передачи технологии. Это модель США. Все об этом знают. Поговорим чуть позже. Я хотела бы рассказать вам об израильской модели, рассказать вам о нашей системе, успешной системе, и также расскажу о новых моделях, которые появляются, новых так что касается модели США. Это достаточно простая модель, которая основана на законе в 80-х годах. Вы знаете об этом законе? Кто знает об этом законе? Это закон Байо Толл 1980 года. И согласно этому закону университет может быть финансирован государством и финансируется государством. И поскольку государство финансирует университет, то они обладают результатом. Но эти результаты никогда не коммерциализировались. И вот это законодательство было направлено на то, чтобы сделать нечто очень интересное. Согласно этому закону необходимо было коммерциализовать исследование, заработать деньги, затем эти деньги обратно в систему, а предоставить федеральному правительству использовать результаты исследования в своих собственных целях, если им необходимо. Это могла быть сфера обороны, оборонная промышленность или допустим альтернативная энергия. Есть еще один важный элемент это возможность поделиться с профессором или с изобретателем теми деньгами, которые вы получаете в результате коммерциализации. Вот это очень интересный слайд с небольшими статистическими выкладками. Если мы посмотрим на количество институтов, которые занимались передачей технологий в США, посмотрите пожалуйста на 70-е годы. В 80-е годы потом мы видим большой продолжительный период роста и поскольку многие уже университеты объединились, мы видим какая тенденция снижается. А вот это классическая модель продвижения. То есть допустим мы что-то изобрели у нас 100 изобретений, 200 изобретений. Теперь мы выходим на рынок и смотрим кому нужны эти изобретения. То есть мы их продвигаем, проталкиваем. Сначала у нас идет неокр создание изобретения, потом оценка защиты и вывод на рынок, лицензирование, потом производство продукта услуг, выплата роялти или некоторых или других выплат. И обратно возвращаемся в этот круг. Это классическая модель. Сейчас очень много программ, которые связаны с этой моделью. здесь небольшое объяснение самых разных этапов реализации программы, но здесь нет рынка. Мы общаемся сами с собой. Да, конечно, вы говорите с рынком на этапе вывода на рынок, но на этот момент у вас уже есть патент, у вас уже есть продукт. И теперь вы приходите в магазин, и уже все стоит на полках. То же самое, когда мы говорим об университете. вы приходите, университет приходит, это как будто магазин, посмотрите, вот наш продукт, что мы можем сделать. Вот это классическая модель. Она практически вымерла, но это классическая модель. Типическая структура университетов включает в себя офис лицензирование технологий. И именно этот офис занимается ... А, кроме того, этот офис определяет, там есть необходимые системы стимулирования, которые необходимы для того, чтобы ввести продукт на рынок. И, кроме того, данный офис пытается вести бизнес. Конечно, это очень сложно, но, тем не менее, они пытаются делать это. Вот это стандартная деятельность, чем они занимаются. Как правило, здесь есть отдельный офис или управление, которое занимается работой с правительством. И об этом мы поговорим чуть позже. Сегодня это очень важная часть взаимодействия. И все это основано на том, чтобы продвинуть то, что у нас есть, и также идентифицировать потребности. Извините, здесь нет стрелки, которая показывает переход. Вот этот прекрасный слайд из Японской Ассоциации по Трансферу Технологии, Университетской Ассоциации по Трансферу Технологии. Это похоже на то, что мне очень нравится, но это прямо то же самое. То есть есть задача патента, лицензирование и так далее, но здесь вы видите то же самое. Здесь исследователи, здесь компании, но все вместе сфокусировано на получении лицензии, технологии того, то есть что мы хотим продать. И цикл создания интеллектуальной собственности это хорошее описание, изобретение, интервью, получение гонораров и так далее, но это также классическая модель. У нас немножко иначе. Израиль является пионером в области переноса технологий. Израиль начал переносить технологии в 1959 году. Вейтсманский институт технологий ему уже более 50 лет. Хайм Вейтсманс, который был первым президентом Израиля, был изобретателем или переоткрывателем ацетона, который использовался для приготовления взрывных веществ во время Первой мировой войны. И у него было знание того, почему это может быть важно и почему это может быть релевантно для университетов. У нас сейчас две самых больших компаний по трансферу технологий в мире. Я сейчас говорю в абсолютном долларовом измерении, не на душу населения. Это ЕДА, что означает знание в переводе северита. И также есть в Еврейском институте в Иерусалиме. Я могла говорить об этом, но есть цифры, с которыми я не очень знаком. Я хочу дать пример, когда Еврейский университет Иерусалима имеет бюджет исследований 100 миллионов долларов в год. Стэнфорд и МАИТ получили примерно миллиард с доходом 45-50 миллионов долларов. Поэтому для Израиля очень серьезные числа. На 22 миллиарда долларов продана продукция, которая была изобретена в израильских университетах каждый год. Каждый год это приносит сотни миллионов в доходах по лицензиям и других. И некоторые продукты я говорил раньше, но сейчас я хотел показать вам на этом слайде что-то еще, что очень важно. Я не знаю, как сказать рассеянный склероз по-русски, но я думаю, что переводчик знает. Это ужасное заболевание. Почти половина больных рассеянным склерозом по всему миру используют сейчас лекарства, которые мы разработали в Израильских академических институтах. Это замечательная статистика. Различные лекарства, не одно лекарство, целая серия лекарств, которые отличаются друг от друга, они все были разработаны в Израильских академических институтах, которые там перечислены. И кстати, эта карточка, которая выглядит как кредитная карточка, это передающая карточка для кабельного телевидения, которая была также разработана в Вейсманском институте, так что это не только биотек, не только биотехнологии сельское хозяйство. Модель была немножко другой. И это как и много другого случилось у нас случайно. Это по налоговым и другим юридическим причинам, но перенос технологий делать в компаниях это не какая-то это не отдел в университете, а это отдельная компания, она управляется независимым советом директоров, и самая важная собственная политика найма и увольнений. то есть вы не используете университетских администраторов, у которых нет промышленного опыта, а набираете людей из бизнеса, чтобы они вели бизнес со своими коллегами. И это дает огромную разницу, и это очень важный элемент. Потому что совет директоров, который является как правило добровольным, то есть люди не получают денег за то, что они в совет директоров, но там получаются самые лучшие представители бизнеса, потому что в конце концов это люди, которые хотят отдать. Например, если вы хотите что-то отдать университету, если вы стали успешным бизнесменом, то вам будет приятно сидеть на заседаниях совета и подожертвовать для этого несколько часов раз в два месяца. мы собрали систему владения электронной собственностью, все патенты, лицензии и все подобные вещи, разработанные сотрудниками израильских университетов, они принадлежат не этому заведению, они принадлежат компании по первоносной технологии, то есть вы можете заниматься коммерцией, заключать сделки, но есть очень щедрая система раздела доходов, от 40 до 60% всех доходов идет исследователю. Есть исследователи в израильских университетах, которые разработали миллиарды, сотни миллионов из своих изобретений, это замечательно, потому что это поощряет других людей, это показывает, что можно сделать, это очень хорошие ученые, это не просто люди, которые были неуспешны в своих академических исследованиях, это очень успешные ученые, но также успешны и в бизнесе. И еще один важный элемент, который я говорила, большинство университетов есть отдельный отдел по патентам и лицензиям и отдел отдельно по сотрудничеству с промышленностью. У нас это все в одном месте, потому что эта идея одного окна для промышленности сейчас является существенно важной. Самый лучший пример сотрудничества между университетами и промышленными компаниями произошли из очень маленьких моментов сотрудничества. Иногда это может быть маленькое соглашение об исследованиях и разработках. Не было даже интеллектуальной собственности на ранней стадии. Но нам удалось, чтобы заставить их работать вместе с нами, мы начали работать вместе, потому что у нас были навыки, которые им были нужны. Когда вы начинаете работать вместе, вы разрабатываете флюктуальную собственность, изобретения, инновации и начинаете создавать структуру, которая в конце концов полностью окупит не только исследования, но также даст и гонорары, и активы и так далее. И это очень важно. Мой израильский коллега стал руководить отделом переноса технологии в Гарвардском университете в Кембридже. И первое, что они сделали, они взяли и все это собрали под одну крышу, потому что в современном мире нынешнем уровне сотрудничества вам нужно предложить вашим промышленным партнерам не только как магазин, помните, где вещи на полках были выложены, вы должны спросить их, а что вы хотите видеть на этих полках, вы должны разработать те вещи, которые лягут на полке вместе с ними. И тогда больше вероятность, что они это купят, когда они пойдут к полкам. Они даже раньше их купят. И это тот тип отношений, которые сейчас работают с промышленностью. Это не старомодное давайте сделаем это, а потом пусть они приходят и выбирают. Это не гонка, а это идти рука об руку. И последний важный момент это фокус на гонорарах. Да, у нас есть компании, которые создаются. Примерно 10% университетских изобретений позволяют создать отдельную компанию. Остальные 80-90% могут быть очень интересными, очень хорошими и может быть даже принести много денег, но их нужно продать в качестве лицензии существующим компаниям. То есть они не всегда достаточны, чтобы создать новую компанию, потому что компания не может быть создана для одного продукта, а в то время как в существующей компании, если это вписывается в то, чем они работают, может работать очень хорошо. И поговорим о механике этого дела. Пример, который я могу дать, и я знаю этих людей, я готов о них говорить. Некоторые университеты не любят, мы рассказывали об их цифрах, это политика университета, но здесь есть некое представление, это один университет, это еврейский университет в Иерусалиме, который был основан раньше, чем государство Израиль, он был основан в 1925 году Альбертом Эйнштейном. И Мартин Бубер, Зигмунд Фрейд были в совете директоров, то есть у них было хорошее начало. Сейчас проводят примерно 30% всего исследований, всех исследований в Израиле. В 1944 году, почти 50 лет назад основал компанию по переносу технологий. А в одном из годов более 7000 более 500 лицензий, 72 действующих делившихся компании, которые ведут бизнес, продукты, которые очень успешны, и многое другое, идущие след за этим, с очень инновационными механизмами финансирования сейчас существует. Мы можем говорить об этом немножко позже. Я хотел дать пример того, что мы сделали за трехлетний период, чтобы доходы выросли от 34 до 60 миллионов долларов. И я поговорю о механике того, как мы сделали, подписав 1200 соглашений за эти три года. Ключевые факторы успеха, насколько я понимаю. Первое, это сделать вот это одно окно для промышленности, то есть возможность перейти от совместного исследования к лицензиям с одной и той же командой в том же самом месте. Идти от того, исходя от того, что им нужно к тому, что мы можем предложить, а не вот это у нас есть, вам это надо, а лучше понимать, что хочет промышленность. Второй момент, это постоянный диалог с рынком. Очевидно, да, существенно, абсолютно. Сегодня это делается на веб-сайт, через веб-сайт и через социальные сети и так далее, и так далее, через личные, есть таргетированный маркетинг, но также это прямые дискуссии лицом к лицу. я покажу вам целую серию шагов, которые нужно сделать, встречи, промышленные советы и так далее. Нужно создать хорошее правильное окружение, а это очень сложная часть. Это организация, которая сфокусирована на бизнесе, но в то же время управляется независимо. И иногда эти люди делают больше, зарабатывают больше денег, чем университетская администрация. Если они зарабатывают деньги, они могут и получать эти деньги. Это хорошо. Чтобы привлечь нужных людей, их нужно привлечь на условиях бизнеса, иначе они не будут работать в качестве университетских администраторов. Вам нужно четко понимать, кто владеет индивидуальной собственностью, если часть собственности принадлежит к исследователю или к тому, кто имеет на нее права и так далее. Кроме того, я думаю, что очень важно это щедрая профессорами работали, они должны понимать, что вы сделаете работу, а они получат большой гонорар за свои изобретения. И поэтому они дадут ту поддержку. Иногда это больше исследование, иногда это работа с компанией. Очень много вещей, которые нужно сделать, чтобы достичь успеха. Также нужна замечательная команда, у которой есть соответствующий опыт промышленный. И в конце концов, если вам нужно все это, если вам еще повезет, если у вас несколько проектов, то вы выиграли батарею. И самые успешные университеты в мире имеют один продукт, иногда два или три продукта, которые приносят им большую часть денег. Давайте поговорим немножко о новых моделях сотрудничества, которые существуют, которые иногда похожи на израильскую модель, иногда берут ее на следующий этап. это идет от доказательства технологической концепции, она работает до доказательства потребностей рынка. Я говорил раньше, и я буду говорить еще, потому что нам это нужно, кто заплатит за это, это продукт, который кому-то нужен, а тот факт, что можно это сделать, конечно, замечательно, но он может быть несущественным. А как насчет этого, это еще сложнее. Что здесь я пытаюсь сказать? Это не так сложно. Здесь показано, что вот эта стрелка, это часть горчичного цвета слева, больше это университеты, зеленая, справа это больше рынок. Доказательства концепции, разработка продукта, прототип, показать, что он релевантен на рынке, сделать технологию заслуживающей инвестиции, то есть привести технологию на такой уровень, что кто-то захочет вложить деньги. Классический вопрос. Университет говорит, у нас есть эта технология, а инвестор или промышленность говорит, замечательно, но она не готова. И мы возвращаемся к первому слайду об этом разрыве этой пропасти. Понять, что хотят на той стороне. Поэтому нам нужен постоянный диалог, потому что идея университетского профессора, его представление о технологии, это не совсем та, которая есть у специалиста по НИР в компании. И создать мост между ними, это иногда проблема. Иногда вы создаете отдельную компанию, иногда нет, поэтому там две стрелки. Дальше есть плата за лицензию, активы и так далее, и так далее, и снова, и снова в эту ценностную петлю. Итак, основной, ключевой игрок во всем этом. Иногда их называют посредники инноваций, я люблю их называть катализаторы, коммерциализации, и для меня посредник это тот, кто где-то сидит посередине, а катализатор это то, что помогает нам работать. Итак, катализатор это тот, кто объединяет инвеститоры, рынок, правительство и инвесторы, потому что во многих странах, большинство странах, все-таки исследовательская деятельность финансируется правительством, правительством, и то же самое можно сказать в отношении неократа. Здесь у нас нет никаких проблем с правительством, если каждая страна выполняет свои обязательства, играет свою роль. Итак, что же мы пытаемся сделать с организацией, или как мы делаем организацию катализатором, коммерциализацией, и кто здесь заинтересованная страна. Конечно, здесь есть функция связи между четырьмя лицами, о которых я уже говорила чуть ранее. И поскольку у нас здесь только не четыре, это, вы знаете, правительство может представлять восемь разных организаций, управлений, агентства, но все это необходимо учитывать, потому что они иногда представляют финансирование, иногда помощь, поддержку, извините, иногда они предоставляют международные контакты, и поэтому их тоже необходимо использовать. мы должны понять, что нужно рынку. И здесь необходимо исследовать классическое, то есть исследовать не классическое модели продвижения, а модели вытягивания. Скажите, что вам нужно, а мы сделаем то, что нужно. Вот сейчас мы видим, какие происходят изменения в классической модели. Хочу привести вам пример из своего опыта. этого. Мы просили компаний составить список желаний. У многих компаний есть такой список желаний. Спасибо. Да, очень хорошая идея. Конечно, я могла бы упасть и всех это повеселило, но лучше не надо. И вот мы обращались к крупным компаниям и просили написать список желаний. но здесь мы просили также предоставить, что им неинтересно с техологической точки зрения. Допустим, была компания, фармацевтическая компания, которая предоставила такой список. Он не секретный. Сказали, да, нам нужны технологии, допустим, в моноклонных антителах. И вы знаете, по крайней мере, это упрощает вашу работу, потому что вы понимаете, что может привлечь эту компанию, почему вы можете начать диалог. А как только вы диалог начнете, тогда ваши отношения могут развиваться самым разным способом. Потому что самое главное поймать компанию на крючок и затем завязать с ней отношения. И таким образом, я сказала вам уже об отношении, о правительстве, о том, что необходимо с ними работать, а не быть против них. Так, представление привлекательных возможностей. Я больше своей жизни и карьере провела в качестве венчурного капиталиста. работала в венчурном фонде. Многие фонды не инвестируют на прямую университет. Это слишком рано. Нет еще хорошей команды. И необходимо потратить очень много времени. И, кроме того, у них нет еще необходимых знаний, умений и навыков, которые не сначала, которые должны быть в компании, но они должны быть обязательно в компании на раннем этапе развития. Иногда есть такие игроки, допустим, кстати, я видела в Калифорнии таких игроков, и такая компания, которая занималась работой с университетом. людей. И люди были из самых, люди имели разное образование, и у них были разные опыт работы, они работали по разным инвестиционным моделям, они были очень успешны, много денег зарабатывали, но многие фонды не такие. И поэтому финансирование, и поэтому необходимо найти ответ на вопрос инвесторов. Даже если мы зададим инвестору вопрос, что вас интересует, это уже может оказаться очень полезным для университетов. Потому что они сразу выходят на другой уровень, на следующий уровень, поскольку теперь ваши сотрудники, ваши исследователи могут понять, к чему стремиться, даже если они пока на этом этапе не могут этого предоставить. И взаимодействие с крупными компаниями это безусловно вторая часть этой деятельности. Но крупные компании, большие компании обычно знают, что им нужно. У них есть список желаний, у них есть стратегии, у них есть планы неок, и они все знают. Кроме того, они также знают, где у них пробелы, и что им необходимо узнать. потому что как правило мы понимаем, что крупным компаниям необходимо сотрудничать с университетами, научным сообществом. Сейчас все это понимают. 20 лет назад может быть не все понимали, а сейчас все понимают. Кроме того, необходимо поддерживать отношения. Об этом мы поговорим, об этих инструментах отношений. Это важно. И вы когда находитесь в центре, посередине вы можете все свести воедино и привести к заключению сделки. И если эта работа проведена успешно, используйте. Вы можете использовать оптимально научное сообщество, ресурсы, получить прибыль, и вы создаете динамичный процесс. А этот динамичный процесс сам себя подпитывает. Как только компания видит, что может получить, и как только университет получает и финансирование, ройлти, все начинают и хотят уже работать вместе. Таким образом образуется очень живой организм. Вот некоторые примеры. Это интерактивные инструменты для научного сообщества. Я думаю, некоторые из них вы знаете, а некоторые нет. Во-первых, давайте посмотрим сервисных соглашений, или соглашения об оказании услуг для промышленности. Как правило, здесь не указывается интеллектуальная собственность. Вы всего лишь представляете услуги. И интеллектуальная собственность дается той стране, у которой она есть. Следующий шаг это спонсируемые исследовательские проекты. Компания платит X сумму, исследователь проводит работу. конечно, здесь может идти речь об интеллектуальной собственности, потому что вы можете ее использовать тем или илиным образом, но по крайней мере, здесь есть соглашение. Здесь вы не используете лицензию на интеллектуальную собственность, но используете тот продукт в своих целях. Следующий пример это исследовательские соглашения с компаниями, когда компании работают вместе с университетами, то есть работают обе стороны. И таким образом в такой сотрудничестве в среде и в условиях сотрудничества они разрабатывают определенную технологию, решают конкретную проблему. Как только они все это сделают, появляется какой-то результат, интеллектуальная собственность, и все это создает какую-то новую интеллектуальную собственность, новый патент, новую разработку. И если хотите, мы можем поговорить о том, как управлять интеллектуальной собственностью чуть позже. Совместные предприятия это новый шаг. Здесь вы создаете совместное предприятие для того, чтобы разрабатывать определенную технологию. Краткий пример, небольшой пример. Допустим, университет Израиля, еврейский университет начал работу, то есть диалог с немецкой компанией, которая занимается производством ЖК-дисплей. Они занимают где-то 75% всего рынка химического подразделения. И их интересовало небольшое исследование. у нас есть патент, но еще пока нельзя назвать этой технологией, потому что эта технология была на самом раннем этапе развития. И таким образом мы начали заключение очень небольшого соглашения. Это было не соглашение обогазательных слуг, а спонсорское соглашение. И таким образом мы запустили сельский проект. На следующем этапе они сказали мы готовы создать совместное предприятие. Они готовы инвестировать средства, а мы представляли свои технологии. эта компания сегодня достаточно успешна. разрабатывает продукт. У нее есть коммерческие отношения с компанией Merck. Кроме того, у нее есть коммерческие отношения с другими компаниями. в центре у нас государственная поддержка за счет программ по поддержке Neocor и некоторых других программ. То есть вы видите здесь дополнительное финансирование не только этой компании. Кроме того, поскольку есть уже компания, есть технологии, есть продукт, есть клиент, была возможность обратиться в фонд венчурного капитала. И посмотрим, что произошло менее чем за два года. Во-первых, что же произошло? Лицензирование, кстати, может быть с представлением эксклюзивных прав и неэксклюзивных прав. И что касается неэксклюзивных прав, то все могут использоваться какими-либо технологиями, будь то в Сан-Франциско или другие технологии. Что касается эксклюзивных прав, то никто не может пользоваться. То есть вернее, если не пользуются, то платят ройалти. И есть очень много разных инструментов, полезных инструментов для создания и развития сотрудничества. Как страны компании, так страны университета. Итак, начинаем с вами, допустим, с руководителей компании. Объединяем этих руководителей и, допустим, собираем их на завтрак или еще на какую-то встречу. и там находятся вице-канцлеры или еще кто-нибудь. Это диалог на высшем уровне. Но в ходе этого диалога формируются определенные обязательства, знания и все это создает обязательства всех сторон на высшем уровне. там могут быть и директоры компании, которые понимают стратегическую деятельность компании. И необходимо объединить всех этих людей с представителями университетов, с представителями катализатора, коммерциализации, о которых я уже рассказывала. Но не слишком много людей, в противном случае никому не захочет тратить слишком много времени. И если вы пригласите допустим встретиться днем, допустим выпить вечером или днем и затем модерируете беседу, вы можете показать им несколько увлекательных примеров и получить от них обратную связь. И я должна сказать это очень полезный инструмент. Если у вас есть какое-то изобретение, вы можете потом обратиться к этим людям, потому что они будут уже как ваши друзья. Еще какие есть классические механизмы? Это дни открытых исследований. Конечно, здесь требуется много подготовки, но это успешный инструмент. Роудшоу об этом тоже говорили и поговорим чуть позже, когда вы можете либо сами посещать других или же приглашать их к себе и рассказать о своей деятельности. и, конечно, онлайн диалог, об этом мы уже говорили. То есть все разные инструменты, которыми можно пользоваться. Согласно времени, согласно расписанию, мы должны уже подходить к концу этой презентации. После этого у нас будет небольшой кофе-брейк и мы продолжим. Сейчас. Сейчас. Мы поговорим о микрофон и наушниках. Дайте, пожалуйста, уважаемому лектору, дайте наушник на первый канал Channel One. Channel One. Ну вот я хотел бы спросить. Вы говорили о новой модели инноваций. В чем ее особенности все-таки? Ну то есть вроде бы все очевидно. То, что вы говорили, то, что надо в промышленности идти, взаимодействие с промышленностью организовывать. И мы пытаемся, я вот замдекана факультета инновационно-технологического бизнеса Российской Академии Народного Хозяйства и государственной службы. Но тем не менее, вот почему вы успешны, а мы в наших попытках неуспешны. Вот в чем особенность модели, которая позволяет вам быть успешными? Ну, несколько моментов. И большинство из них они будут в разделе 5. Это следующий раздел. Это особенности того, что я говорила раньше. Раньше я говорила целый список, это промышленные советы. Следующая презентация содержит много деталей на эту тему. Может быть, это поможет. Мы пройдем через это, а затем будем более детальной дискуссией после того, как мы пройдем через детали различных инструментов, которые, я не сказал модели, я сказал бы инструменты. но некоторые моменты, которые я говорила, они могут быть вполне очевидными, кажутся вполне очевидными, но здесь пока их не происходят. Это структура, которая у вас есть, структура из того, немного, что я видел для переноса технологий, по-прежнему внутри университетов во многом, и внутри администрации университетов. И это очень важный элемент, и очень тяжело это изменить, потому что университеты, университетские сотрудники университетов, они другие, они ищут другие вещи, они не люди бизнеса. Это не хорошо и не плохо, это просто по-другому. Если вы хотите заниматься бизнесом, вам нужно говорить на языке бизнеса, а это требует других людей. И поэтому, когда я говорил о структуре компаний, раньше, или инновационных посредников, если вы хотите иметь более целостный подход, то вам нужны там люди, которые говорят на языке бизнеса, которые происходят из бизнеса, и которых мотивированы делать бизнес. И это очень трудно сделать в большинстве университетов, даже в израильских университетах, они это делали на протяжении 50 лет. Я это знаю. Я знаю, сколько мне пришлось бороться и платить большие бонусы моему персоналу. И совет говорил, что как мы будем платить этим людям больше, чем президенту университета. Я говорил, да, потому что деятельность измеряется другими параметрами. Они могут получить хорошую работу в компании. Если мы хотим, чтобы они делали эту хорошую работу для нас, мы должны им платить соответствующим образом. Так что есть вот эти маленькие моменты и очень большие проблемы. И вам нужно иметь понимание и также структуру, которая позволит вам, чтобы эти люди работали на вас. Это самый большой вызов, самая большая проблема по всему миру. Это найти правильных людей для нужной работы. Это очень тяжело. Я всегда шучу, говорю, когда ты этим занимаешься, тебя все ненавидят, потому что промышленность всегда думает, что они могут получить это дешевле, а профессора говорят, что если ты успешный, то почему, потому что они такие гениальные, у такие замечательные идеи, а если ты не потерпел неудачи, это идиот, который не знает, как внедрить в промышленность, так что это не шутка, это одна из самых тяжелых вещей, нужно уметь коммуницировать, проводить сделки, знать структуру, это не задача университетского администратора, еще что важно, недостаточно, что у вас были хорошие юристы, бухгалтеры, советники, в конце концов, люди, которые делают работу, они сами должны уметь заключать сделки, и это самое важное, если одни словом люди, если много вещей, мы поговорим позже, структуры, инструменты, но если нужно выделить один фактор, то это конечно люди, и для многих исследователей даже сегодня, в 2013 году, почти 2014 прикладные исследования и коммерциализация это на втором уровне, они смотрят на это как на что-то такое, что-то интересное, они хотели бы иметь деньги, но это не то, не то, чем они должны заниматься, я это понимаю, так что вам нужна система поддержки, и людей, которые могут воплотить это, и использовать академические навыки, и позволить ученым делать то, что они делают, но взять на себя вопросы бизнеса и перевести их на следующий уровень, вот в этом проблема, это по-прежнему сложно, даже сегодня, спасибо, дьявол как всегда в мелочах, будем ждать этих мелочей инструментов вашей презентации, спасибо, да, конечно, в деталях, но также в базовой структуре, в основной структуре, основной концепции к того, кто что делает, это не детали, это основная концепция, и очень тяжело ее поменять, потому что коммерциализация технологии, который является, тот момент, который здесь является самым сложным, что надо вкладывать очень много времени, вложить много труда, прежде чем начнешь пожинать плоды, большинство компаний по переносу технологий, если вы посмотрите на них, как на отдельные организации, даже в Соединенных Штатах, они теряют деньги, потому что их поддерживать дороже, чем то, что они приносят. Даже в Израиле два университета делают деньги, а остальные так, один более-менее. Все остальные берут всю коммерческую деятельность, когда университеты есть, университеты все, кафетерий, издательства, все вместе внутри вот этой вот одной структуры, тогда они могут показать доход, но это значит, что нужно этим управлять. А в другом университете есть программа дополнительного образования, люди, которые, например, готовят менеджеров для компании, для какой-то компании, но этим нужно управлять, это отдельный бизнес. Если посмотреть конкретно, фактически, на трансферные, на действия по трансферной технологии, то там трудно делать деньги, и там требуют вложения в течение нескольких лет, причем вы начнешь зарабатывать для большинства университетов, у них нет свободных денег, для них очень тяжело получить эти деньги и сделать эти вложения, но есть другие инструменты, которые они могут использовать и в основном. То есть, при всем, вам нужны люди, которые готовы это делать. Если у вас есть сильная технологическая база, и у вас есть люди, которые готовы посвятить свои силы, тогда есть возможность заставить, чтобы это работало быстрее, я бы сказала, а не ждать, пока придет поток денег за лицензии или на доходы через 10 лет, потому что, я всегда говорю в шутку, одна из причин, почему Израиль настолько успешен, потому что мы это делали уже более 50 лет, технологический трансфер, поэтому все ошибки мы сделали, когда никто на нас не смотрел, а сейчас, когда миру интересуются тем, что мы делаем, у нас уже есть хороший опыт, знаете, когда уже за 50-то все ошибки сделал и теперь можем пожинать блага, но это серьезная проблема, я думаю, что мы можем продолжать. итак, мы продолжаем, и я здесь хотел бы от вас получить некоторые указания, потому что следующая секция, меня просили специально поговорить о интервьюзальной собственности, я очень рад это сделать, но я думаю, что в интересах того, чтобы оставить достаточно времени для диалога о конкретных инструментах, может быть, мы это сделаем быстрее или с меньшими деталями и оставим больше времени для дискуссии, мы всегда можем вернуться, все это останется на экране, мы всегда к этому вернуться, это технические очень моментов много, и может большинство из вас это знают, может быть, а многим из вас это может быть и не надо. Итак, идея была это все обозреть как некий фон для того, чтобы вернуться к этому более детальной дискуссии некоторых моделей, обсуждения некоторых моделей. Это очевидно. Успешные результаты исследований идут двумя путями. Первая – это публикация, и это, конечно, основа академического исследования. Либо публикуйся, либо погибай. То есть, чем более ты должен почататься для личной репутации, для репутации университета и для продвижения, для карьеры. Это то, на чем основана жизнь в академии. А другая – это интеллектуальная собственность, которая может быть в дополнении, не вместо публикаций, и тогда это общая проблема, с которой нам всем приходится иметь дело. Подача заявки на патент не вредит вашей публикации, а просто требует делать это немножко раньше. Потому что, как только это опубликовано, тогда вы уже не можете подать заявку на патент. Есть финансовая ценность, есть потенциал для коммерциализации, и в большинстве университетских исследователей исследований вы говорите о классической интеллектуальной собственности и иначе называемый патент. В большинстве университетских исследований мы поговорим в основном о патентах. Есть другие типы интеллектуальной собственности, я знаю, что они также вполне распространены и доступны в России, как в России, так и в других странах. Менее известные они большинство все-таки это патенты, поэтому мы сфокусируемся на патентах. Но есть многие другие, например, Coca-Cola замечательная торговая марка и торговый секрет, но формула Coca-Cola не запатентована. Know-how классический пример Coca-Cola, но есть так и другие примеры. Они все известны, их очень трудно продавать, потому что очень трудно показать их ценность и получать вознаграждение, но для цели сегодняшней дискуссии мы сфокусируемся на патентах, а другие можем обсудить позже, если захотим. А теперь мне это очень нравится, я называю это ноль, два пещерных человека с круглым камнем, вопрос кто изобрел и что изобрел, может быть это не первый ноль, может быть это было до того, как изобрели арабские цифры. Что такое патент? Мы редко смотрим на эксклюзивность для использования изобретения в определенном периоде времени, обычно 20 лет в конкретной стране, и это очень важно и очень дорого. Мы подойдем к этому, потому что нам нужно защищать это в разных странах по отдельности. Он защищает патент, защищает использование, изготовление, продаж и импорта защищенным патентом продуктов в этой конкретной стране, но патент это отрицательное право, негативное право. То есть он не обязательно дает вам право использования вашего изобретения. и это вопрос, которым расскажет второй следующий слайд о свободе использования. что даже если у вас есть патент, но вы не можете его использовать, если вы нарушаете права других. А это серьезная проблема, это очевидно, но иногда это очень серьезный вопрос, обычно в сложных медицинских и технических вопросах. Мы все это видели. Мы следили за процессом между Apple и Samsung. огромные корпорации с огромными патентными отделами, с громадными бюджетами на исследование и там были пересекающиеся патенты и пересекающиеся лицензии, за которых они спорили. Это иллюстрация. Поскольку это очевидно для аудитории, я передвинусь дальше, но в основном это показать разницу, когда ты можешь использовать патент и когда ты не можешь это сделать благодаря правам других. Что может быть запатентовано? Может быть не хотите патентовать, потому что не знаете как защитить. Разница есть между тем, что запатентовать. Классический пример это компьютеры. да, его можно запатентовать, но я желаю вам удачи в отстаивании этого патента на рынке. Очень тяжело компьютерные алгоритмы защитить патентами. Если вы используете известный патент, это очень известно в фармацевтической промышленности амфераспирин. Амферин был запатентован, но был запатентован 120 лет назад. То есть он уже не захороняется патентом в течение многих лет. То есть вы получаете патент на процесс производства или на использование существующего лекарства как новое приложение, если это неизвестно еще, и так далее, и так далее. в различными способами. То есть есть длинный список вещей, которые мы можем рассматривать. Если есть вопросы, я буду рад обсудить их. Несколько трудные моменты. Это трансгенные растения и животные, методы ведения бизнеса также. Что очень часто происходит, особенно со стартапами? Они патентуют много вещей, которые не всегда защитимы, но они хорошо выглядят. Это хорошо выглядит. У нас есть 25 патентов, у нас патенты в 20 странах для университетов в особенности. Для тех из вас, кто в этой области, патенты становятся очень дорогими и очень быстро. Поэтому нужно хорошо подумать о том, что вы патентуете, где патентуете и как вы вернете свои деньги, потому что это очень серьезный вопрос. Что не может быть запатентовано? Тоже длинный список того, что это законы природы. Большой вопрос это эмбрионы, клетки эмбриональной клетки. Сейчас меньше вопросов, потому что мы можем получать столовые клетки не только из эмбрионов, но и из взрослых особей. Поэтому практические вопросы морально здесь сняты. базы данных не могут быть запатентованы. Животные растения, произведенные биологическим путем, в отличие от трансгенных, не могут быть запатентованы. Есть условия, о которых большинство из вас знает. Итак, давайте посмотрим, что это эквивалент патента, условия получения патента. Во-первых, у вас должен быть совершенно новый продукт, новая технология, о чем не было ранней информации. И данный продукт должен быть не очевидным. Знаете, сколько много патентов не прошло через этот критерий, когда проводятся исследования, обычно эксперты говорят, это очевидно. Мы провели исследования А и Б. Затем описание достаточно для повтора изобретения. Кроме того, должно быть и описание письменное описание, которое подтверждает, что изобретение было сделано. Опять-таки, это очевидность. Видите, ученый говорит, видите, ваша честь, это очевидно. Это не судья думает, что это очевидно, но данное решение должно быть очевидным. Что касается биотехнологий, здесь у нас особые вопросы. Не думаю, что вы занимаетесь биотехнологиями. замдекана, вы занимаетесь биотехнологиями? Нет, не занимаетесь. Понятно. Хорошо, тогда я пропущу этот слайд, потому что он очень сложный. И не будем тогда уделять ему слишком много времени, поскольку он неинтересен. Так, кроме того, в США свои были требования к патентам. Итак, какие же есть у нас права? Какие дает нам права патент? Во-первых, он не дает другим использовать изобретение. Это негативное право. Но, опять-таки, очень важно подчеркнуть, что патент дает права только в той стране, где вы получили этот патент. Или же вы должны получить патент в других странах. Так, свобода практики. Также другой большой вопрос. И здесь вопрос, как я могу использовать свое изобретение для того, чтобы не нарушать права других? Допустим, у меня есть патент. Однако, вопрос все еще очень сложен. опять-таки, все это может привести и к судебным разбирательствам. И, опять-таки, это вопрос свободы практики, который связан и с определенной территорией, эквиваленте патента. И данный патент должен не нарушать другие патенты. Итак, теперь давайте поговорим, что дает нам право на патент. с правой стороны. Итак, во-первых, нам необходимо посмотреть на так называемое право, на то, что называется прай-ад, или не использовал эти патенты или это изобретение раньше кто-либо. Или же есть здесь новые элементы и не потеряет ли, есть ли здесь цена ошибки. Так, что касается свободы практики, здесь необходимо посмотреть на вот то, что у нас с правой стороны, не нарушаем ли мы права других людей, необходимо принять во внимание все элементы и, кроме того, здесь цена ошибки гораздо выше, потому что здесь вы должны будете выплатить десятки миллионов за нарушение права кого-либо. здесь патенты не буду уделять этому времени, поскольку это технические вопросы, но я хотела бы рассказать вам, почему так много патентов подается, заявление на патенты подавляется на разные технологии. Это связано и с бизнес-причинами, и это не связано с интеллектуальной собственностью. Какая же основная причина? Допустим, мы подаем пакет документов, мы строим дом, и затем мы отокружаем стеной забора, потом еще одним забором, и пытаемся таким образом с помощью патента защитить свой продукт, то есть этот дом. И я считаю, что здесь, если вот мы возьмем пример аспирина, закончился патент на молекулы, закончился патент на производство, и если патент закончился патент на пакетирование документа, если раньше были такие пластины, то потом это пилюли, это патент закончился, и в течение периода, когда действовал патент, конкуренты не могли использовать пилюли. Но тем не менее патент Патент защищает продукт. Вы защищаете свой продукт, и это защищает ваш и от конкуренции. А теперь давайте поговорим с вами о расходах, о деньгах. Итак, говоря о США, здесь на патент требуется 300 тысяч, от 100 до 300 тысяч долларов на 20-летний период. Ну, или же половина, но только патент будет действовать в течение пяти лет. Как правило, молодые компании направляют на интеллектуальную собственность 15% своего неокора. А поскольку они хотят создать нечто новое, то, что будет приносить им прибыль. Ну, по мере того, как компания зреет, становится проще на ноги, процент снижается. Если мы говорим об университетах, в университетах нет таких денег. И я тоже не призываю вас тратить так много денег, я об этом чуть позже расскажу. А теперь давайте посмотрим на основные расходы. Внизу страны, стоимость перевода, как долго занимает процесс получения патента, проверка патента и так далее. Ну, в принципе, не об этом речь. Есть некоторые другие формы интеллектуальной собственности, которые могут касаться, допустим, дизайна или моделирования. И сейчас это становится все более и более актуальным для защиты своих технологий. Но это тема другой дискуссии. А теперь давайте поговорим о следующем. Я считаю, что должен быть соответствующий процесс управления своей интеллектуальной собственностью университетом. Ну, вот есть у нас такой подход, который имеет форму воронки. Здесь можно снизить расходы. То есть не до минимума, но, по крайней мере, снизить. Изначально мы защищаем, допустим, свою технологию в общем смысле. Многие университеты в Израиле использовали много предварительных патентов. А что означает такой патент? Он защищает, он практически ничего не защищает. Это общий патент. То есть в первый год, когда нет никаких публикаций, вы можете подать документы еще раз, и у вас будет такой период, льготный период. То есть вы как бы за собой закрепляете этот срок года. И, допустим, компания говорит, мы подали 20 документов на патент. Ну, это, в принципе, не имеет никакой роли, и мало вас защитить. Но это очень дешевый метод, стоит несколько сотен долларов. И я сама сделала это несколько раз, когда, допустим, документ какой-либо или статья должна была быть опубликована. Затем мы брали эту статью и затем подавали в качестве предварительной заявки для того, чтобы определить свой первый срок подачи заявки на патент. Через 12 месяцев, как только 12-месячный период заканчивается. В Израиле, я думаю, в других странах, не в США, потому что в США американцы по-другому смотрят на мир. Они смотрят через американские очки, и они только там подают заявление на патенты, и у них совершенно другая система. Итак, затем поговорим с вами о PCT, это Международное соглашение о патентной кооперации. И согласно этому соглашению есть возможность защитить ваш патент в тех странах, сейчас уже это 30 стран согласно этому соглашению, и на это есть 18 месяцев. То есть у вас, видите, есть 18-месячный период, который дает вам защиту. А по окончанию этого срока вы должны выбрать, в какой стране вы хотите продлить свой патент и иметь защиту. И Международное соглашение о патентной кооперации в Израиле включает в себя расходы от 10 до 15 тысяч долларов, когда подается расход на каждую заявку. Так что это не дешевый процесс, но это те средства, та сумма денег, которую компания может себе позволить для того, чтобы подавать заявку каждый год. Итак, затем выходит, мы переходим на другой этап, это национальный этап через 18 месяцев. Затем вы выбираете те страны, где вы хотите работать. И это уже более дорогой вопрос, потому что здесь уже дорог, высокие затраты на перевод, на использование услуг юриста и так далее. И выбор страны зависит от того, где вы хотите вести свой бизнес. Допустим, если вы хотите вести фармацевтический бизнес, то здесь выбор стран будет отличаться от других видов бизнеса. Допустим, если вы развиваете и мобильные телесистемы в Корее, Тайвань, где уже, допустим, есть свои системы телекоммуникаций. Но все зависит от того, в какой стране вы хотите себя обезопасить, где вы хотите себя засечить с помощью патента. С левой стороны давайте посмотрим на эти три основных пункта, которые очень важны. И это конкретные элементы управления расходом в рамках университета. Во-первых, у вас должен быть очень четкий процесс принятия решений, потому что с помощью этого вы можете принимать решения, те решения, которые для вас приемлемы. И приемлемы и для вас, и для бизнеса, и для ученых. Кроме того, у вас на каждом этапе должен быть вклад, то есть обратная связь от ученых и бизнесов на этапе PCT. Потому что я считаю, что университеты должны находить партнеров на этапах PCT. Помните, что ваши партнеры, бизнес-партнеры будут оплачивать ваши расходы по патенту. И таким образом, зеленая фаза, которая занимает 18 месяцев, где вы работаете очень усердно для того, чтобы найти нужного партнера и подходящего вам партнера для того, чтобы все это сделать. У вас должны быть все механизмы, о чем я поговорю чуть позже. И вы должны постоянно вести диалог для того, чтобы понять, кому нужно. Иногда будут такие технологии, когда очень сложно найти партнера. Но вы, тем не менее, хотите защитить себя патентом в определенных странах. Или же бывает так, что вы можете, может быть, так, что, допустим, исследования, научные исследования слишком зашли, идут слишком быстро. И пока, допустим, общество не очень интересует эти технологии. Но здесь вы тоже должны быть достаточно осторожны, потому что те люди, которые занимаются этой работой, научное сообщество, они могут сказать, «Ну, я уже впереди всех, я уже всех опередил». Иногда они правы в том, что они говорят, но иногда не правы, потому что просто иногда оказывается, что мир в одном месте, а не в другом месте. И если мы вернемся к первому слайду, может быть, другие не захотят платить за его разработки. И именно здесь будет сложно сделать решение, потому что это решение может стать очень дорогостроющее. В этом случае может потребоваться очень много денег на разработку и для университета. Я потратила 2 миллиона долларов год назад на это громадные суммы денег. Но мы получили потом хорошую скидку. У нас были необходимые деньги для того, чтобы эти деньги потом потратить. А если у вас недостаточно денег, то ситуация становится сложной, и решение принимать сложно. И здесь все зависит от инвестиций в будущее или от ваших инвестиций в этот НИОКР. Этот вопрос становится уже сложным. Итак, это классический процесс. Может быть, вы удивитесь, что это все очевидно. Да, это очевидно. Но вы, может быть, удивитесь тому, что не все институты следуют этой методике. Потому что очень сложно сказать кому-либо, что мы больше не хотим поддерживать ваш патент. Потому что мы не считаем, что он коммерчески жизнеспособен. Это сложно сделать вначале, но еще сложнее сделать в середине процесса. Но сделать нужно. Очень коротко резюмирую эту секцию. Это актив. Это актив, который у вас есть. Он в ваших книгах. У него есть ценность. Если у него есть какие-то выгодные стороны, можно продать. Или сдать в аренду. Это лицензия. Большинство университетов не продают патенты. Большинство университетов не продают патенты. Это возвращает... Это уходит корнями в базовую этику. Поскольку университеты уже поддерживают состояние интеллектуальной собственности для публики. Потому что общество заплатило за это исследование. А университеты пытаются использовать его наилучшим образом, чтобы они могли делать больше исследований. Поэтому, если это в кавычках не ваше, тогда вы его и продать не можете. И это стало серьезным моментом в последние годы. Появили так называемые патентных троллей. Когда компании делают очень много патентов и делают препятствия, чтобы работать в определенных областях. Это стало проблемой. И против этого возражали многие исследователи в университетах. Они говорили, мы вообще не хотим с ними связываться. И мы не для этого. Мы не нагромождаем патенты, чтобы препятствовать людям делать что-то. Наша миссия – помочь обществу получить выгоду от плодов исследования, за которые общество платит. То есть, в конце концов, это же финансируется налогоплательщиками. Нашими налогоплательщиками – американскими налогоплательщиками, европейскими налогоплательщиками, всеми налогоплательщиками. Это один элемент. Второй – это вопрос стоимости. И важность тщательного продумывания решения. А еще, понимая все эти отрицательные вещи, если вы попали в яблочко, то он это будет платить, это попадание будет платить вам в течение многих-многих лет. И есть многие университеты, которые, собственно, и находятся в бизнесе только потому, что живут со своих изобретений. Иными словами, это создать систему, которая работает на вас. А теперь перейдем к механике взаимодействия между академическими кругами и промышленностью. А для этого перейдем к части 5. Я надеюсь, было не слишком много деталей, но я хотелось просто конкретно упомянуть об этой воронке, потому что я понимаю, что это проще сказать, чем сделать. Итак, механика. В качестве предисловия, я думаю, что университеты проходят через очень интересную и сложную переходную стадию. Потому что в прошлом, если мы смотрели на университеты, как на высшие учебные заведения, исследовательские заведения, а сейчас от них требуют и других вещей тоже. От них просят давать двигатели инноваций, двигатели для экономического роста, двигатели для регионального развития, с технопарками, стартапами и компаниями, которые возникают вокруг них. От них требуется в некоторых моментах поддерживать национальные задачи, например, альтернативная энергия или решать вопросы водоснабжения. То есть смотрят на университеты, чтобы они помогли в этих вопросах. То есть уходят далеко-далеко за рамки простых целей обучения и исследования ради науки. И это большая-большая проблема. В то же время по всему миру снижаются общественные фонды. Это серьезный момент. Это серьезный момент в России, в Израиле. Израиль сейчас зависит от европейского финансирования. Мы являемся членами европейской программы исследований, исследований, FD7, сейчас FD20. И наши исследования хороши, настолько хороши, что мы платим меньше, чем мы получаем. То есть мы делаем, на этом еще и зарабатываем. То есть мы получаем на основе конкуренции больше, чем мы вкладываем. Но это деньги, которые приходят не от израильских налогоплательщиков, и еще меньше от американских налогоплательщиков. По всему миру, я вижу это во многих странах, университеты имеют дело с проблемой того, что они должны стать более самоокупаемыми. Может быть, не полностью самоокупаемыми, но в большей степени. А вопрос как? Как взять учреждение, организацию, которая привыкла к определенным вещам, и заставить ее делать другие вещи, и при этом ничего не потерять? Потому что никто не хочет, чтобы университеты утратили свои основные обязанности обучения и исследования. Я видел университеты, есть анкретный пример в Новой Зеландии. Я видел университет, который практически превратил себя в институт контрактных исследований, договорных исследований. То есть он предлагает любые типы исследований промышленности, они зарабатывают много денег. Но в процессе этого они так мало ввели фундаментальных исследований, что в конце концов кто-то сказал, давайте подумаем об этом. Мы зарабатываем деньги, но зарабатываем деньги на том, на чем мы должны зарабатывать. Мы же не поддерживаем свою базовую цель ввести фундаментальные исследования. Одно решение – это работать с промышленностью, которая определила рыночные цели, может предложить вам некий бета-сайт для того, что вы делаете. Будь то очистка воды, или компьютерное оборудование, или новые обтолоконные техники, или индустриальные промышленные материалы. И в Израиле это все есть. И здесь очень мало денег переводит из рук в руки, но дает возможность испытывать что-то и может развивать продукты за пределы первой начальной фазы исследования. И также будут эти с учебными заведениями делиться доходом, когда доходы пойдут. Итак, первый шаг – это создать вот этот, начать этот диалог в сотрудничестве. И есть несколько инструментов для этого, которые здесь представлены. Да, есть и другие инструменты, но здесь основные, которые мы использовали, которые были успешны для меня и для других коллег, и в других местах по всему миру. И мы говорили о них, я хочу сейчас немножко более детально о них поговорить, а сейчас я хотел бы Ваших замечаний услышать по этому поводу и мысли. Мне нравятся консультативные советы промышленности, потому что они дают нам преимущество. Мы знакомимся с лидерами промышленности, с исследовательскими отделами различных компаний, которые позволяют нам направлять наши прикладные проекты туда, где есть рыночная потребность. Я обнаружил, что компании рады в этом участвовать. Они хотят знать, что выходит из университетов и дает им ощущение быть, потому что они часть будущего. Они не возражают встретиться с Вами, если, конечно, не каждую неделю, даже не каждый месяц. Обычно раз в 6-9 недель – это хороший интервал для коротких встреч, и для них это не так сложно сделать. Никаких затрат здесь нет, может быть, кофе, бутерброды. Никому за это не надо платить. Я думаю, что это выглядит смешно, но по моему опыту все любят давать советы. Нам очень нравится, мы любим, когда спрашивают нашего мнения, это в человеческой природе. Если у людей есть мнение, которое Вас интересует, то все, что Вам нужно, это спросить. И они будут с удовольствием с Вами поделиться этим мнением. А если у Вас достаточно мнений от людей в соответствующем секторе промышленности, тогда Вы можете это использовать для блага своих продуктов, для своего исследования. И Вы будете удивлены, сколько информации Вы получаете, просто спросив и послушав. Для меня это всегда было удивительно, потому что так часто, как университеты, Вы приходите в компании, Вы хотите им что-то сказать, Вы хотите их научить, Вы хотите им посоветовать, Вы хотите, чтобы они узнали о том, что Вы сделали. Попробуйте слушать, и Вы удивитесь, во-первых, сколько они уже знают, и во-вторых, что им действительно надо, и они Вам скажут, что им надо. И я знаю, что это выглядит смешно, но это в их интересах, и они обычно очень счастливы дать Вам свое мнение, и это Вам ничего не стоит в денежном плане, что является важным моментом для университета. Второе, и, если хотите, дистиллированная версия этого, это то, что я называю, это круг первых лиц. И я это делал по всему миру и упоминал кратко. Идея здесь в том, чтобы собрать больше взглядов высокого уровня, я называю с вертолета, то есть подняться на 10 тысяч футов, на 3 километра, и посмотреть, каковы тенденции. Это не будет настолько конкретно, как сделал бы для Вас промышленное общество, но Вы получите идею, каковы тенденции, на что смотрят компании. Публичные компании, они это публикуют информацию, иногда Вы получаете какую-то информацию, которая не публикуется, а иногда какую-то инсайдерскую информацию о том, что уже делается в университете и что может быть ценным. И также улучшает репутацию обоих сторон. Может быть, это очень мелко выглядит, но Вы будете удивлены, насколько это важно. Люди любят быть связанными с хорошими университетами, им приятно чувствовать, что они советники, они дают советы, а люди их слушают. В конце концов, Вы говорите о людях, которые сидят в советах директоров этих заведений. Они хотят, чтобы их слушали. Любят, чтобы их слушали, и они могут дать очень-очень ценный вклад. Это должно быть эксклюзивно, если это должно сработать. Если не эксклюзивно, работать не будет. Это должен быть закрытый элитный клуб людей, чтобы люди хотели там оказаться. Подумайте об этом. Для некоторых это хорошо работало. Дни открытых исследований. Классический механизм используется по всему миру. Здесь становится более дорогим, потому что требует некоторой работы для подготовки. Но это может быть раз в год. И мой совет – проводить это всегда в одно и то же время. Например, 2-е выходные мая. То есть, чтобы люди привыкли, чтобы они знали, что в какое-то время года есть день исследований в университете XYZ. Если у вас есть собрание совета директоров в конце третьей недели июня, сделайте в это время. То есть, это что-то такое, что люди должны знать, что вы это проводите, чтобы они привыкли. Потому что здесь вы должны пытаться привлечь как можно более широкую аудиторию. Вам нужны здесь компании, инвесторы. И даже маленькие компании, чтобы они пришли и посмотрели, каковы тенденции, что происходит, что нового, что интересного. И есть масса способов сделать это развлечением. Не просто приехать и посмотреть, что происходит. Вы можете открыть лаборатории или некоторые из лабораторий. Вы можете иметь стенды, бета-продукты. Есть какие-то вещи, которые всегда интересны. Например, батареи для электромобилей. Прыгающие лягушки. Не знаю, что может быть. Я видел лягушек прыгающих, но не думаю, что это очень интересно. Но что-то такое, что требует от вас, как коммерциализатора, как от связующего звена между университетами и промышленностью, проделать много подготовительной работы. Потому что большинство ученых встанут, вставать и говорить слишком долго и слишком детально, и потеряют аудиторию. Они должны говорить кусочками, которые должны быть смешными, развлекающими, интересными. Несколько слайдов, короткий фильм, короткий эксперимент. То есть требует много работы. Но если это успешно, тогда дает все блага, о которых мы говорили выше, плюс гораздо более широкую аудиторию. Подумайте о прессе. Подумайте о прессе. Мы обычно не любим использовать прессу, но я не имею в виду научную прессу. Обычная пресса. Вчера мы посетили День исследований в Техническом университете Ленинграда и видели АБЦ. И там была фотография профессора Икс с такой-то машиной, которая делает то-то, то-то. Подумайте о том, что это происходит. Не только для компаний и бизнесов, но для ваших потенциальных студентов, потенциальных доноров, люди, которые вовлечены в общество в целом. Это очень интересно. И есть границы исследований, передний край исследований, которые являются интересными для людей, которые не там, для широкой публики. И, соответственно, создают очень хорошее отношение в общественности в целом. Есть другие блага от этого, а именно работа. У вас есть рабочие места, у вас есть студенты, которые ищут работу. Они могут встретиться с людьми. Промышленность, которая вас поддерживает, могут дать стипендии. Они могут захотеть спонсировать конкретный потенциальный проект. Вы можете просто получить доступ к ним. Даже если они ничего вам не дают конкретно в данный момент, вы имеете к ним доступ. И помните, что если вы только посредник, то это то, что вы можете предложить университету. То есть помните этот желтый круг в середине, вы посредник, вы катализатор. И вы предлагаете доступ к промышленности, вы предлагаете университету что-то такое, что ему может понадобиться, потому что не прямо не связано с коммерциализацией, но является очень полезным звеном связи с промышленностью. Поэтому стоит подумать. Это часть того, что я имею в виду, когда вы создаете эти круги связей. Они не линейны. Это как бросать камень в воду и круги расходятся. Итак, следующее. Это рауд-шоу. Классический рауд-шоу это когда вы отправляетесь в дорогу, с собой берете несколько людей и потом отправляетесь посетить компанию. Как правило, я рекомендую сконцентрироваться на определенной технологии и индустрии и на определенном этапе развития, но это уже зависит. Кроме того, вы должны посмотреть, с какой аудиторией будете общаться. Например, вы отправитесь в шесть компаний определенной промышленности с шести технологиями, которые бы вы хотели им показать. Это может происходить и чаще. Здесь, кстати, требуется тоже очень много работы, потому что здесь ваша команда должна быть готова представить работу. Но это очень полезный инструмент, потому что вы приводите своих людей. Это, конечно, недешево, потому что, помните, вы должны подготовить своих людей, привезти людей и так далее. Но поскольку этот процесс недешевый, что я поддерживаю? Я поддерживаю так называемые обратные или реверсивные roadshow. У меня нет, к сожалению, такого слайда. Что такое обратные roadshow? это когда вы приглашаете компании к себе. И мы это достаточно успешно реализовали. Вы приглашаете к себе одну компанию и главного технического директора Siemens, например. Затем вы подготовили. Вы подготовились внимательно и тщательно к такой встрече. И, как правило, требуется либо полдня, либо день. все зависит от статуса человека в компании. Возьмем, допустим, мирового производителя компьютера, который приезжает на такую встречу. Вы организовали встречу. Итак, у нас, помните, мы должны создать список, разработать список желаний. И затем обнаруживаем, пытаемся выяснить, какие есть технологии, патенты в вашем институте. Организуем встречу. И в этом случае компания по передаче переноса технологии, это катализатор должна сделать короткую презентацию не с 30 слайдами, а с 5, 8 и сделать краткий обзор своей деятельности. Таким образом, компания, в этом случае компьютерная компания, хороший пример, отправляет двух представителей, которые находятся в этой, допустим, в офисе компании по переносу технологий. И они смотрят эту презентацию на протяжении, допустим, 20 минут и оставляют время для обсуждения. По окончании этой работы они формируют мнение об институте, потому что их могут заинтересовать самые разные вещи. Вы проделали свою домашнюю работу и показали им свой опыт. Может быть, им понравятся какие-либо проекты, и они захотят с вами сотрудничать. Кроме того, вы создаете отношения с теми людьми, которые принимают решения и которые потом могут принять более важные решения. Иногда приезжают два человека, иногда целая делегация от компании. И когда я начала заниматься этой деятельностью, я столкнулась с сопротивлением в компании. У меня было где-то 25 сотрудников, но сопротивление было громадное, потому что эту работу они ранее не делали. Это сложная работа. Да, я понимаю, что профессора не любят, когда их учат делать презентации. Да, конечно, они постоянно делают презентацию, но их презентация отличается, потому что здесь им необходимо подходить научно, но очень лаконично. И на одном слайде или двух слайдов с помощью диаграмм. Это сложно. Я понимаю, как сказали, это такая трата времени. Но это не требуется так долго. Не требуется много времени для того, чтобы понять, что с помощью этой технологии мы можем заключить сделку. Кроме того, это недорого, потому что у нас нет расходов на транспортных расходов, мы остаемся в офисе, и мы работаем. И я знаю, что очень часто такие компании приходят, приезжают в институты, чтобы посмотреть, что у вас есть, особенно если у вас есть институт с определенным статусом. Допустим, если у вас есть такой институт, который разработал продукт X или опубликовал вот такую-то статью, и вы таким образом развиваете такие отношения, создаёте отношения, и это очень эффективный инструмент. Мне очень нравится обратное или реверсивное роудшоу, я продолжаю работать в этом направлении и приглашаю компании, чтобы они приезжали в Израиль и оказываю конституционные услуги. Так, это в целом очевидно. И сегодня это один из основных инструментов. Это онлайн диалог. Главное начать этот диалог. Главное его начать кроме этого, поскольку диалог, очень-очень главное поддерживать этот диалог. На это требуется много усилий, поскольку необходимо постоянно обновлять информацию, предоставлять интересные новости. Люди должны читать ваши послания, ваши сообщения, будь то электронная почта, твиттер или ещё что-то. Главное чтобы они были короткими и интересными. Сколько имейлов вы получаете регулярно, которые вы удаляете? Вы никогда их не читаете, даже несмотря что они приходят к вам постоянно. Неинтересно, даже я не читаю, иногда может быть интересное название, но текст, содержание или письма не интересен. Допустим, вы должны написать в заголовке или в теме письма, новые результаты доказали, что ли. Исследование обнаружило что-то, по крайней мере, это можно прочитать, и это очень важно, если вы постоянно хотите поддерживать диалог, поскольку вы будете работать с инвесторами и компаниями во всем мире, удержать, должно сказать, инвесторов на протяжении длинного времени очень сложно и привлечь их внимание. Так что это очень важно. Что же мы сделали? И я до сих пор это делаю. У нас есть своя база данных, которую мы связали с онлайн базой. Таким образом, мы не работаем, мы не делаем двойных усилий. Мы подготавливаем весь маркетинговый материал для проекта и затем нажатием кнопки всю эту информацию мы можем полюбковать на веб-сайте или еще где-либо. Это помогает, но для этого необходимо знать, как писать такие вещи. И, кстати, это отличается от технического написания документов или научного написания документов, но вы должны быть готовы ко всему процессу. И маркетинговый материал есть для разных уровней. Здесь у вас должны быть базовые неконфиденциальные материалы. То есть то, что вы готовы показать или что вы готовы продать. Услуги, продукты, все что угодно. Здесь вам не нужны сложные конфиденциальные соглашения. Конечно, у вас может быть конфиденциальный материал, но здесь очень важно время ответа. Инвесторы не хотят ждать и не готовы ждать неделю, месяц, пока вы подготовите материал. Все должно быть готово очень быстро. я понимаю, это требует много работы, много усилий, но, тем не менее, это должно быть сделано. А если вы это сделаете, вскоре у вас будет стандартная система, стандартная форма, которую вы будете загружать на свои информационные платформы и публиковать. Об этом мы уже говорили. Это пункт 1. Персонал это ключ к успеху. Опять-таки возвращаюсь к той же самой идеей. Вы не можете сделать работу без нужных специалистов, без нужных людей. Конечно, это очевидно. Я это говорю, но да, мы об этом все знаем. Это очень сложно привлечь, найти таких людей, но это необходимо сделать. Кроме того, как я уже сказала, должно быть, у вас должно быть быстрое время ответа. Вы должны говорить на том же языке, что и бизнес, на языке маркетинговых технологий. Вы должны убедить людей в том, что ваша технология может стать продуктом после инвестиций. Об этом я уже говорила, но еще раз повторю, материалы должны быть стандартизированы на слайдах и презентациях. У вас должны допустить стандартные конвенциальные и неконвенциальные документы на одной странице, на двух страницах, и затем как только вы сделаете первую партию документов, все остальное становится проще и стандартизировано. Вы должны быть готовы к этому. Затем обучение ученых это одно из самых сложных моментов. На израильской конференции, о которой я говорила, я модерирую сессию, которая называется Golden Nuggets. Итак, что же это означает? На самом деле это сессия по переносу технологий. Мы берем 12 проектов из разных центров. Презентации делают исследователи, то есть это профессоры. Каждому даем 7-8 минут для того, чтобы сделать презентацию проектов. И это проекты, которые готовы к коммерциализации. То есть фаза исследования практически подошла к концу, и проект готов к реализации. И как правило всегда приходит очень много людей, чтобы послушать, что же это за новая технология, которая будет выпущена на рынок. И у нас обычно есть шаблон с точным количеством слайдов и списком того, о чем профессор должен говорить. Потому что если не дать четкое количество времени и ограничения, профессор может говорить 20 минут и больше, а не 7-8, как нам требуется. Но вы знаете, это можно сделать, но после обучения можно сделать. А затем это становится уже привычкой. То есть профессор нам говорит, что раньше никогда такого не делал. Но тем не менее инвесторы компаний теперь могут заинтересовываться технологиями. И вы также можете использовать эту систему. Вы можете использовать бизнес-конференции, научно-технические конференции, различные возможности установления контактов для того, чтобы все это реализовать и использовать эти методы. Итак, это все был первый этап. Разный инструмент для того, чтобы запустить диалог. Итак, затем давайте поговорим, какие у нас есть основные системы сотрудничества. Нам, во-первых, необходимо понять, что требуется рынку. Во-первых, у вас есть отношения с потенциальным партнером. А теперь необходимо понять, что же нужно конкретному проекту. Мы поговорили с вами о сервисных контрактах, о спонсируемых исследованиях, а также поговорили с вами о совместных исследованиях. Я рассказала вам о отличиях. Здесь эти отличия на слайде, кстати, показаны. Но при низком уровне сотрудничества можно перейти активному сотрудничеству с присутствием интеллектуальной собственности. Здесь мы видим самые разные этапы. Если есть вопросы, задавайте. Мы с вами говорили о совместных предприятиях. Мы говорили с вами о совместных предприятиях, о создании новых компаний для того, чтобы развивать определенные технологии вместе с промышленным партнером. Иногда это может соответствовать программе или стратегии вашего университета, региона и так далее. Какая здесь основная идея? Во-первых, это должно быть совместное предприятие, финансированное партнером, а технологии разрабатывает университет, как я уже говорила ранее. Лицензирование. Вы можете лицензировать свои технологии либо в совместном предприятии, либо в университете. Кроме того, лицензионные соглашения могут заключаться и в стартапах, и в существующих компаниях, и с инвесторами, и с предпринимателями. Это классическая модель. И здесь могут быть исключительные и не исключительные права. Все зависит от вашей технологии. принимаются разные правила. Главное понять, в какой области вы работаете. Иногда в некоторых областях требуются выплаты ройалти или получение лицензии, чтобы разрабатывать продукт. Особо это касается сферы ICT. соглашения. вы должны понимать, что после заключения соглашения вы будете зарабатывать даже после того, когда вы предоставите права другим по лицензии. рамки вы знаете, что вы хотите делать более-менее. Третий шаг это естественно переговоры о соглашении. И я очень много деталей поместил на этот слайд. Я хочу знать, насколько глубоко вы хотите в них вдаваться по поводу того, что должно содержать подобное соглашение в типичном случае. Хотите вы, чтобы я это разбирала в деталях? Я могу вам просто это все передать. Это от вас зависит. это больше для тех, кто конкретно занимается переносом технологий. Они не всегда задают очень конкретный вопрос. Я могу просто пройти через это, пробежаться. Это от короткосрочного к долгосрочному и каковые элементы, которые вам нужно там охватить для того, чтобы гарантировать, что вы возвращаете свои деньги и зарабатываете, но также защищаете свою интеллектуальную собственность как университеты и как исследовательские институты и обеспечиваете преимущества для другой стороны, чтобы они также хотели продолжать работать в будущем. Итак, очень важный элемент это определить масштабы понятия интеллектуальной собственности ИС. И если в будущем вы захотите вести переговоры о лицензионном соглашении, основанном на этом два подхода. Один это заранее обсуждать иногда это имеет смысл, но тогда это занимает много месяцев и потом они не хотят делать совместные исследования. Иногда мы говорим на основе доброй воли договоримся о лицензии в будущем. если и то же самое для сотрудничества по типу СП совместных предприятий, которые есть другие элементы здесь, потому что вы фактически ведете компании и вы соответственно выходите замуж за своего промышленного партнера, потому что у вас есть общий ребенок и этого ребенка нужно кормить, ему нужно содержать и он должен существовать за пределами этого проекта. И все эти отношения, которые отмечены на этом слайде, во всех случаях обычно для любого лицензиата и любого бизнес-партнера, когда они покупают индивидуальную собственность, то платят не только деньги от настоящего момента и впредь, но также покрывающие те расходы, которые у вас были до этого. Например, если вы что-то патентовали, если у вас в стадии патентных исследований, может быть национальном уровне, вы должны очень четко подтвердить это данными проекта, базами данных и так далее, вы можете показать, что вам это стоило. И отдельно от платы за лицензию или другими платежами, которые они делали, это обычно, это стандартно, они должны даже спорить с вами на эту тему. Они хотят что-то, они должны вам заплатить действительную стоимость. Нет, не стоимость плюс, но те расходы, которые были понесены для того, чтобы приготовить эту собственную собственность, для многих университетов это большая разница, потому что вам платят после того, как вы уже понесли затраты, следит на это идет уже в ваши заработки конкретного года, особенно если это старые патенты, тогда стоимость выше. В лицензионном соглашении, и я хочу несколько слов сказать по очень важная вещь, которую нужно помнить, не только эксклюзивность, но на коейной территории это очевидно, иногда нет. Вы можете лицензировать что-то, например, только для Соединенных Штатов, или Латинской Америки, или Европы, или Азии, и так далее. Каков масштаб, то есть что с этим можно делать, какова плата. Не только что я отметила как возмещение затрат на ИС, то, что они вам платят в начале, какие есть вехи в разработке, какие моменты они вам платят, есть ли расходы на поддержание лицензии, а это то, как университет получает деньги до того, как они закончат разработку продукта. Иногда есть ежегодная плата, и не обязательно должно быть много денег, но помогает, если компания знает, что это им чего-то стоит, тогда это заставляет их работать. Иногда какие-то минимальные гонорары, то есть какие-то минимальные деньги, которые должны быть выплачены. Гонорары обычно связаны с патентами и с жизнью патента. И один из механизмов, который можно обеспечить, чтобы получались гонорары за пределы срока действия патента, они не называют гонорарами, потому что патент исчерпан, но они называются плата за ноу-хау. Иногда это может быть достаточно значительная плата, которую стоит помнить и как потенциальный механизм хотя бы. И лицензиат может заплатить конкретную стоимость интеллектной собственности, но право собственности на нее и управление этой собственностью остается за университетом. Многие лицензиаты этого не любят. Они хотят владеть, они хотят иметь возможность продать, но вам нужно пункт соглашения, который заставляет их делать то, что они обязаны делать, потому что иногда они придут к вам и скажут, у меня это было с одной из самых больших компаний в мире. Они хотели технологию от нас по производству напитков, добавки, добавки, чтобы были напитки прозрачными. Вы знаете, прозрачный напиток это сейчас очень растущие направления, например, прозрачная кока-кола и так далее. Вода или вода с каким-то ароматом обычно это прозрачный напиток. они обсуждали и выяснилось в ходе переговоров, что они не хотят разрабатывать продукт. Но больше они хотели, еще больше разработать продукт, но они хотели предварить, чтобы конкуренты разрабатывали эти продукты. Они хотели превентивные лицензионные соглашения, они хотели технологию, но не подписывались на ее разработку. Для университета это ничего не стоит, потому что вы получите какую-то плату, но у вас не будет ни гонораров, ни финансовых заработков и вы не делаете то, что вы должны делать. Вы не разрабатываете технологию для общественного блага, а просто она стояла у кого-то на полке для коммерческих целей. Обычно вы этого не знаете. Это случается тут стало известным. Но что вы можете вставить в соглашение, даже если вы этого не знаете, это пункты, которые заставляют лицензиата вашего партнера разрабатывать продукт. А если они не разрабатывают, то вы можете забрать лицензию. Я это делала. Я это делала как маленькая компания, когда дала лицензию большой японской компании, они ее не разрабатывали нужным образом. Мы забрали лицензию и отдали кому-то другому. Я делал это как университет, забирал лицензии, включая и от очень больших компаний, потому что они разрабатывали продукт, но вы должны иметь пункт соглашения, который говорит, что если вы не делаете А, Б, С, Д, тогда мы можем забрать лицензию, и не важно, что вы заплатили, иногда возвращается, иногда есть штрафы за это и так далее. Просто если вы сдаете лицензию в аренду, тогда у вас есть контроль, если вы продаете, у вас контроля нет, и это очень важно для университета, для исследовательского института, чтобы сохранять контроль над своей интеллектуальной собственностью. Я думаю, что это очевидно. Есть два момента на этом слайде, которые я хотел подчеркнуть, потому что их раньше не упоминала. Один это фонды на исследование, финансирование исследований. В дополнение ко всему, что ваш партнер платит за технологию, обычно заставлять их финансировать какое-то текущее исследование. Они обычно рады сделать, потому что им дают задел на будущее. Это хорошо для профессора, потому что в конце концов они хотят получать финансирование своей лаборатории и для текущей работы. Обычно из другого бюджета, так что они рады это сделать. Еще один момент, который они могут делать, это некий гонорар за консультацию профессору. Не обязательно это должно быть много денег, но это может быть вполне приличным стимулом. Конституционные выплаты за год или два для помощи в трансферах технологий. В большинстве университетов, я не знаю, какие правила в России, но в большинстве стран они дают возможность профессорам получать подобные платежи, при том, что они делают это, скажем, один день в неделю или полдня в неделю зависит от университета, а компании нужна эта поддержка, а профессор зарабатывает хорошие деньги по дороге. Так что всем хорошо. Другой момент, который я хотел упомянуть, это первый пункт, первой части, четвертый, простите, четвертый пункт первой части, это возможная подписка со стороны промышленности за право доступа. Это только немногие университеты могут сделать, только те, которые имеют хороший механизм для того, чтобы управлять этим, это делается в Массачусском технологическом, это делается в Стэнфорде, то есть компании платят постоянную плату типа подписки за право посмотреть на новые технологии. Поэтому, помимо исследований, у них проводится некое мероприятие на постоянном основе, это хорошая идея, требуется с этим работать, за этим надо следить, потому что их нужно постоянно что-то подбрасывать постоянно, и должны быть вещи, которые для них достаточно интересны, чтобы они продолжали хотеть платить за информацию. Ну, мы к этому подойдем. Израильских университетов, которые имеют такую систему, нет. Есть текущие платежи за конкретные проекты, но не просто подписка на оповещение на сетях. Это все с финансовой стороны. Но есть также и неденежные блага, которые связаны с лучшим пониманием, куда двигается рынок, которые связаны с лучшим пониманием того, каковы потребности рынка, и также очень важный пункт в середине. Это ведет к более высокой степени коммерциализации. Обычная коммерциализация занимает 20-25%, то есть из тех проектов, которые у вас есть, может быть, четверть дойдет до коммерческого исследования в Израиле, 30-35%, то есть немножко выше среднего проекта, которые катализатор коммерциализации решил, мы об этом еще не не говорили, они обычно удваивают, то есть 60-70% будет коммерциализовано, потому что вы их заранее отобрали и вы их ведете специальным образом, но в качестве постоянного диалога у вас также будут лучшие уровни коммерциализации, потому что вы будете знать, что рынок хочет и за что он готов платить. Выгоды для промышленности здесь очевидны, а я пришла в этот мир из промышленности. Им это нужно, им нужна более быстрая разработка, потому что это деньги в конце концов. Им нужен доступ к новейшим технологиям, им нужно быть уверены, что они выиграют это соревнование и доступ к вашим технологиям поможет им выиграть эту гонку. Да, конечно, это расширяет их исследовательские возможности, но это то, где все выигрывают в конце концов. И я хочу расстаться с вами, оставить вам мысль, что, например, мы говорили, что будем делать это немножко более жестко. Университеты говорят, что у них много компаний. Это модно, это хорошо выглядит, легко считать. Люди работают, их лого можно поставить. очень много структур регионального развития, которые хотят сказать, да, у нас 20 компаний, 200 компаний и так далее. Правда в том, что в течение времени выживет только небольшое количество из них, когда им нужно действительно выживать в реальном мире, когда не получают деньги от структуры регионального развития, от правительства и так далее. это лучше отобрать эти компании заранее, те, у которых достаточно широкая технологическая платформа, которые могут разрабатывать реальный продукт, которые отвечают конкретным потребностям рынка, которые могут привлечь постоянное финансирование. Один из самых больших вопросов, которые у нас есть во многих странах, что вот эти программы и вас в России также есть, которые поддерживают создание новых компаний. Прекрасно. И они получают деньги год или два, а затем деньги кончаются и компании нет. Если вы выберете, вы не всегда будете успешны, даже венчурных каталистов всегда уровень успеха достаточно низкий, но вы должны заранее выбрать, помочь им создать связи, построить и очень часто лицензированные технологии существующей компании гораздо более выглядят более выгодным. Это даст вам больше денег. может быть это выглядит не так завлекательно, новое лого и так далее, но очень часто вам принесет лучшие деньги. Я не против стартапов. Пожалуйста, венчурный капиталист, я люблю стартапы, но я против стартапов, которых нет сути, которые просто созданы для того, чтобы они хорошо выглядели. Различие между этими двумя это не так просто, но оно принесет вам серьезный успех. А здесь два личных собака, которые говорят, нам не нужен интернет-стартап, чтобы сделать миллионы. Разве не понимаешь? Мы говорящие собаки. И заключение покрывает много вещей, о которых мы говорили. То есть работать с промышленностью хорошо для обоих сторон, это очевидно. Я скажу, и здесь на слайде показано, что это важно поддерживать фундаментальные исследования в то же время, потому что это там, откуда происходят большие инновации. Но по мере вашей работы вы можете увидеть, что многие прикладные исследования могут быть коммерциализированы. Кроме того, очень важно понимать ваши сильные стороны и потребности. Кроме того, необходимо создавать условия сотрудничества и диалога. Что здесь главное? Главное быстро реагировать на ожидания индустрии, на ожидания инвесторов, люди хотят получить ответ сразу и хотят получить его сегодня. Они работают по-другому. Я очень много работала именно потому, чтобы сократить время ответа. Именно необходимо работать. Затем баланс между исследованием, лицензированием, выделением новых компаний. Все, конечно, основано на вашем опыте и зависит от вашего института, зависит от того, что у вас есть университет, если у вас больше ЭКТ информационно-коммуникационных технологий или больше вы проводите материальных исследований, физических исследований, тогда для вас больше подходит лицензионная деятельность. Все зависит от вашей сферы деятельности. А теперь я хотела перейти к вопросам и ответам и основным урокам, которые были извлечены. Не будем об уроках, давайте по вопросам пройдемся. Есть вопросы? Отлично. Я задам вопрос на русском языке, поскольку я хотела бы, чтобы правильно меня поняли. основной парадигма того, о чем мы сегодня говорили, заключается в открытости к сотрудничеству и к поиску тех направлений, где мы могли быть успешными. И вот этот позитивный взгляд на вопрос сотрудничества действительно то, что тот раздел, который действительно может разделить и предприниматель и научное сообщество на две группы. Мы это наблюдали во время той работы, которую мы проводили при запуске нашей междурослевой ассоциации наноиндустрии, когда достаточно ярко было выражено те компании, которые достаточно доверительно и позитивно относятся к вопросам сотрудничества и построения кооперационных связей, и тех компаний, которые были настроены достаточно недоверительно, считая, что это та деятельность, которая потребует только от них траты времени и не принесет силы. Это действительно тот, на английском языке это называется paradigm shift, сдвиг парадигмы, которые необходимо сделать. И тут вопрос заключается в следующем, как в общественном дискурсе, в общественной дискуссии убеждать с одной стороны компании не бояться рисков кооперации, потому что они видят в этом риске того, что кто-то знает об их технологии, что кто-то сможет получить их конкурентное преимущество для себя открыть. Их страхи понятны, и тут вопрос доверия институтам. С другой стороны, с точки зрения национального уровня, каждое государство и каждый публичный политик стремится защищать избирателей, защищать национальные интересы, и вопросы международной кооперации всегда упираются в риски утечки мозгов, утечки новых специалистов в зарубеж, ухода компаний на зарубежные рынки. И этот страх политиков тоже понятен. Как вы в своем опыте в общественной дискуссии убеждаете людей уйти от негативистского взгляда все-таки к позитивному? Я постараюсь ответить по порядку заданных вопросов. Ничто не более успешно, чем успех, а успех заразителен. Я, говоря это, здесь я пытаюсь сказать следующее. Если вы можете показать, это относится к обоим вопросам, если вы можете показать промышленности, бизнесу и институту историю успеха, некоторой истории успеха, и показать, что это того стоит, стоит быть открытым и сотрудничать друг с другом, это оптимальный способ ускорить и направить весь процесс. Но иногда надо вам помочь этому успеху и действовать в качестве катализатора. Вы должны найти два-три проекта, которые, на ваш взгляд, могут сработать и постараться помочь их в реализации, может быть, с финансированием, потому что как только вы сможете доказать, я понимаю, всегда сложно начинать что-то новое. Как в любых отношениях, даже между людьми, между друзьями, требуется время того, чтобы создать доверие. Успех создает доверие. Немного другой пример. Как-то я искала проект, это было несколько лет назад по альтернативной энергии. Это была зеленая технология использования воды. Я не могла найти такого проекта. Это было в декабре, я помню, у нас было, мы получили миллион долларов после продажи одной из компаний, это было незапланировано, потом я подумала, что я этот миллион долларов инвестирую в другой проект GreenTech зеленых технологий. я должна была открыть конкурс, тендер, и тогда был бы длительный процесс получения заявок, это было только июнь, но я должна была сделать все это в конце года. Помните, это был декабрь. И затем я приняла решение, что мы выберем первые проекты, которые подадут заявки. Я выбрала специалистов, которые могли мне помочь, это были представители научных кругов, чтобы убедиться, что все специалисты довольны процессом. И мы выбрали несколько процессов. Выбрали проекты, которые стоили где-то 200 тысяч долларов, но в целом для института это большие деньги. И мы запустили этот проект. Я согласна, что процесс был не совсем таким, когда вы планируете что-то заранее, но для нас было главное показать успех, показать этот успех быстро. И кроме того, мне необходимо было использовать деньги, прежде чем они придут в общий бюджет. И вот так я и сделала. А после истории успеха было проще реализовать новый процесс, другой проект. Какую здесь можно провести параллель? Может быть вы найдете 2-3 проекта, помогите им, помогите их реализовать. Как только вы реализуете этот проект, как только он будет успешным, вы можете назвать его, это был пилотный проект, никто с вами спорить не будет. И затем называть его таким в будущем. Но этот проект станет примером, который вы будете затем использовать. И я считаю, это относится к первой части вопроса. Что касается второй части вопроса. знаете, нет одного ответа на национализм, на защиту националистической идеи. Но я постараюсь. Бизнес международный. и я считаю, что и думаю, что большинство стран сейчас понимают, что надо выходить на международный уровень. И многие из наших лицензиатов это международные компании. Некоторые международные, некоторые не международные. И опять-таки здесь мы видим успех. И если вы покажете, что ведущие российские университеты или компании или члены вашей ассоциации имеют хорошее отношение с крупным игроком в мобильных технологиях, в производстве материалов, есть много разных индустрий. Не думаю, что будет задано много вопросов. Я думаю, основной вопрос ой, а почему уже вы работаете с Газпром или Ройда Челл. То есть таких вопросов не будет, потому что успех говорит сам за себя. Вы должны подумать и сделать то, что лучше всего для ваших стейкхоллеров, заинтересованных лиц, в вашем случае компания, университеты, те люди, с кем вы работаете. И на тех условиях, которые для вас приемлемы. И вы должны понимать преимущества вашей совместной работой, вы взаимодействуете с международной компанией, а не с местной компанией. Я думаю, это тот аргумент, который вы можете использовать. Как вы думаете, я бы могла ответить на ваш вопрос? Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, что является движущей силой инновации все-таки в этом единении вузов и промышленности? Конкуренция между промышленными корпорациями или конкуренция между вузами, или то и другое. Или это вообще международная проблема теперь всемирная, я бы сказала. У нас сейчас в стране, на мой взгляд, профессора, проректора по инновациям очень сильная конкуренция между вузами за то, чтобы попасть в топ. И у нас показатели эффективности деятельности вуза это инновационные критерии, но у нас есть очень крупные мощные корпорации, которые, ну, правда, тоже есть государственная программа инноваций для этих компаний с государственным участием. И как бы вот тут они и так им хорошо, вроде бы. Как вот вы считаете, как в этой ситуации, когда мощная конкуренция между вузами, нефтегазовый комплекс сильный. Роснано тут делает, на мой взгляд, очень хорошую программу интеграции бизнеса и образования. Здесь вот представители вузов, которые успешно реализуют, очень трудно уровень держать этих программ, но тем не менее пытаемся. Вот такой мой вопрос. Как вы считаете, что является движущей силой в этой ситуации? Ваш совет. Идея ваша взять проект и попробовать пример с презентациями, с обучениями профессоров, я с вами согласна, полностью им трудно продавать свои, отдавать свои идеи. Это да, на примере интеграции лучшего проекта, но если говорить о государственной проблеме, то здесь вот, когда мощные корпорации и так хорошо, как это более эффективно сделать. Мой вопрос. Итак, вы задали вопрос о движущей силе инновации. И мне кажется, что движущая сила больше, чем просто конкуренция между институтами или компаниями. Несколько часов назад мы говорили о росте населения, о прогрессе, проблемах с энергией, проблемах с болезнью. Мы должны создавать инновации, чтобы выживать. Мы должны все время двигаться, потому что если мы остановимся, все остановится. Это как беговая дорожка, и каждый раз эта дорожка движется все быстро и быстрее, быстрее и быстрее. Я уже показывала вам кривую. И разные типы конкуренции подстегивают разных игроков. конкуренция между университетами больше касается результатов, которые вырабатывают эти институты. Потому что мы понимаем, что есть национальная конкуренция, то есть конкуренция между странами, но это нечто другое. И причина, почему мир заинтересован в инновациях вообще, потому что это да, есть данность, что мы должны двигаться вперед. И каждая нация, каждая страна, каждый регион должен двигаться вперед. И когда мы говорим об инновациях, это не только вопрос национальный, это вопрос глобальный, это вопрос региональный, но может быть, конечно, в рамках границ определенной страны. Но мне кажется, есть еще большой путь, который мы должны пройти, прежде чем мы дойдем до этого узкограниченного национального вопроса. Но я считаю, что если мы будем говорить об этом не как о философском вопросе, а каким образом мы приводим инновации в движении в нашей системе, в нашей экосистеме, то здесь могу сказать, что очень сложно начать, очень сложно привлечь разные лица к взаимодействию, общению друг с другом. Допустим, у вас есть название, которое несколько лет просто не существовало. Я не думаю, что у вас был, допустим, замректор по инновациям. Правильно я понимаю? Я даже знаю, что не во всех университетах есть такая должность. И для меня это уже инновация. То есть это признак прогресса. Это знак прогресса. Конечно, вы не сами это все сделали, потому что вы часть старого университета. Я уже говорила о том, что мы 200 лет ведем деятельность какую-то, и у вас такой же пример классической деятельности. И в итоге ваш университет сделал вывод, что у вас должен быть человек, который будет заниматься инновациям, продвигать эти инновации и возглавлять этот процесс. И у вас это уже происходит. это даже не вопрос, что это движет, или какие есть движущие факторы. Это уже у вас это происходит. Видите, с вами сидит рядом ваш декан или ректор. И так что мы видим, что процесс у вас происходит, и у вас есть обязанности, ответственность. Конечно, процесс может проходить меньше, быстрее, медленнее, независимо от того, какие результаты, но процесс идет. И тогда вопрос из большого философского вопроса становится практическим. Какие меры мы можем принять, какие стимулы мы можем применить, чтобы наши институты двигались быстрее, чтобы мы добились результата. И я полагаю, что есть несколько элементов, но важный это то, каковы другие цели, каковы вехи, которые вы наметили. потому что я раньше показывал национальную технологическую программу в Израиле. Интересный момент это то, что она достигла свои бизнес и научные цели одновременно, поскольку они были поставлены в самом начале. Можете начать в шесть экономических центров, не поставив перед ним бизнес-задачи, только академические задачи. Прежде всего вы не сможете их измерять, поэтому вы не будете иметь данных. но второе, у вас, наверное, не будет и фокуса тогда, потому что это неестественно иметь вот этот двойной фокус. Поэтому очень много зависит от того, какие цели вы ставите и какие стимулы вы даете людям. И много здесь может быть сделано, чтобы помочь им консультироваться за пределами университета. Это классические меры, это происходит по всем миру. Они не преподают каждый день, поэтому они могут это делать. Кроме того, они могут консультировать и зарабатывать немножко денег дополнительное тоже хорошо. Создать систему для этого. Мы также проводили переговоры по этим конституционным соглашениям. Там было два цели. Первая это дать стимул, вторая это смотреть на том, что происходит, чтобы не было между ними конкуренции. вы дать финансовую инициативу, чтобы помочь начать деятельность, которая будет проводить переходные исследования, может быть финансировать студента, который поедет куда-то учиться где-то, или привлечь бизнес-школу, которая будет работать вместе с технической частью университета, давать какую-то бизнес-поддержку для исследования рынка, чтобы поддержать создание нового продукта. То есть много чего может быть сделано внутри университета, внутри системы, или в сотрудничестве существующих в университете. То есть то, что может двигать вещи. И главное создать чувство того, что это нужно, что это поощряется, что это ценится. И тогда, что из этого произойдет, будет иметь ценность. И это ощущение успеха это не всегда финансовое. Поэтому я вначале говорила о прессе. Может быть и смешно, но люди любят читать о себе в прессе, в газетах, люди любят читать об успехе. Они любят соревнования, например, студенческое соревнование инновационных проектов, когда выбираете один проект и даете ему какое-то финансирование. классика, это делается по всему миру. Это успешно, если это правильно делать. Так что много мер может быть применено для того, чтобы создать... Американцы говорят шум вокруг этого. То есть ощущение того, что происходит, что это здорово, что вы хотите быть частью этого, потому что это то направление, в котором двигается университет. Когда я раньше говорил о успешных странах и регионах, то то же самое относится и к успешным организациям. Это поддержка на высоком уровне, это подход, это факт, что то, что вы делаете, уважается. Я знаю, что это очень общие термины, но их можно разложить на очень конкретные практические инструменты. другой пример. Когда мы хотели создать осведомленность общества о нанотехнологиях в Израиле, это было несколько лет назад, была вторая конференция, на которой мы это делали. Мы добавили выставку наноискусства и конкурс. Я был на национальном телевидении, во всех новостях, во всех газетах из-за наноискусства. Они приглашали меня говорить о наноискусстве. Я говорила два слова о наноискусстве, а затем то, что я хотела сказать области исследований и так далее. Но это был способ сделать это привлекательным для широкой публики. Интересным для широкой публики. В некотором смысле это интереснее, потому что об инновациях все хотят слышать. Но я думаю, что если вам это нужно сделать крутым, нужно, чтобы это было интересным, чтобы это было привлекательно. У вас есть студенты, а студенты хотят быть частью этого, хотят быть связанными с миром. Есть очень много международных программ, которые тут можно подсоединить, и это создает тот самый шум, и многое будет исходить из самих студентов. помогает, это помогает вам мой ответ. Безусловно, спасибо большое. Мы уже делаем в этом направлении многое, от вас было приятно услышать, потому что много имеется результатов. Есть еще один вопрос, а как вы считаете, кто успешнее, Китай или Израиль вновлении инноваций. Хороший вопрос. Если спросите китайцев, то они скажут, что Израиль, вы это знаете. Они постоянно в Израиль приезжают и уезжают постоянно в Израиль. Как ни странно, у них очень низкая самооценка, как инноваторов. Говорю, странно для меня, потому что Китай прошел через такие серьезные перемены, изменения. Да, и очень многое сделано за счет копирования существующих технологий, но это изменится. Но они не воспринимают себя как инноваторы. Вот что интересно. У них нет этого восприятия себя. И они всегда приезжают к нам и спрашивают совета. И приглашают израильтян, чтобы они там создали инкубаторы и фонды и так далее. То есть с моей точки зрения, я не думаю, что они воспринимают себя как игроков на том же поле. Они себя воспринимают как производящую экономику, а не инновационную. Что касается меня, то это меняется в эту самую минуту, когда мы говорим. Комментарии, замечания, вопросы. В этом случае я хотела бы благодарить вас всех, потому что было очень интересно, было здорово, и я надеюсь вернуться в Москву в более теплое время. Очень интересно. Продолжение следует...